Мы продолжаем прямой эфир на телеканале MMADeficeTV.com и в онлайн кинотеатре ОКО. Это по-прежнему MMA серия 63 турнир. Мы обещали вам много женского MMA. На очереди еще один мощный поединок. Но перед тем, как девушки окажутся в октагоне, они схлестнутся в MMA Combat. Джози Фабрели и Нина Харинова приглашаются к игровым консолям. У нас и еще одно состязание в виртуальном пространстве. И сейчас на экранах появятся Джейд и Центурион. За Джейд выступает бразильянка. Нина Харинова играет за Центуриона. Центуриона, относительно. Да, Центуриона у нас старшая богиня-добродетеля природы и жизни. Дочь Титониды Кроники и сестра Шинока. В общем, такой довольно своеобразный персонаж. Вот она сейчас на наших экранах. Довольно большая интро. Итак, первый раунд, Джейд. Вадим к трюм. Поехали. И активный начал. Смотрите, здесь все видно, что девушки как-то тут потренировались. Активно используют прыжки Нина Харинова, играющая за Центурион. Но далеко не всегда это помогает. Вот сейчас несколько попаданий было. И начала ловить раз за разом соперницу Центурион. Возможен специальный удар у Джейд. И она использует телепорт. Провела удачную атаку. Здесь мимо. Ну что ж, начинает осторожничать Титрион. В лоб и вот так вот. Приближается тот момент, когда один спешил может стать ключевым. Потому что у обоих персонажей уже опасное количество здоровья. Но нет, все-таки Центурион побеждает. Не позволит Джейд использовать сильнейший удар. Сейчас было видно, как Нина прям довольна, довольна выиграла первый раунд. Но надо продолжать. Мимо. Интересная атака. И хочет вот таким ударом все-таки нанести урон Центурион. Позволяла себе бредные вольности Каринова. И в итоге напоролась на атаку. Вот. Первый раз в этом раунде прошло, да. И эффектно, и эффективно. Абсолютно невозмутимо Ржезиане в брелле. По разным этажам старается атаковать Центурион. Джейд просто стоит и ждет. И вот сейчас хорошая комбинация навстречу. Теперь уже этот удар готов у Центуриона. Да-да-да-да. Приведет ли она его? Его и другой спешл. Да, вперед вырывается сейчас Джейд. Ну что, получится ли у Центуриона выиграть вот так? Ничего себе, ничего себе. Не надо было прыгать. Один-один. Был ли здесь перелом или нет? Финальный раунд. Очень активно начинает Центурион этот раунд. Подавляет Джейда, нанося неплохой урон. И пока что Джейда, ну, только сейчас первый удар. Точно и пропускает Центуриона. Ответный атаку от Джейд мощно. Здесь по блоку. Со второго этажа вновь поражает огнем. И натыкается на ответную атаку. Дважды это самое копье. Насколько я понимаю, подключает Джейд. Делает это успешно. В углу фактически замерз сейчас Центурион. Да, но это не мешает ей, в общем, выносить удары. И также получать урон. Примерное равенство. Но вот вновь в концовке Джейд вырывается вперед. Посмотрите, насколько близко идут соперницы. Да-да-да. Это расстояние. И есть. Еще два падания. Прижигание прямо на уровне выучила Нина Харинова. Все. А это было непросто, но Нина одерживает победу. Уже расстроилась бразильская спортсменка. Это было эпичное противостояние в ММА Кумбат. Ну а сейчас, буквально через несколько мгновений, девочки окажутся в октагоне. В синий угол из Бразилии встречаем Джози Фабриэли! ПОДПИШИСЬ! 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 или Джезиани Фабриэли на ваших экранах. Юная, 22-летняя бразильянка из Кампо Гранде, что, кстати, Мату Гроссо Досул по прозвищу Проклятия и представляющая команду Афуриус Тай. Сегодня Фабриэли дебютирует в ММА-серии и сразу же получает в сопернице такую опытную спортсменку, как Нина Харинова. Всего же по профи Джезиани провела три боя. Сперва было два поражения решения от Тайнары Силвы и Лидианы Фернандес. А вот в мае прошлого года этой девушке удалось наконец-то выиграть, хоть и сделать это было нелегко. Раздельным решением она одолела Андрейну Реполио. Таким образом, одна победа и два поражения у Фабриэли. Заходит она в клетку и ждем Нину. В красный угол клетки приглашается ее соперница из России Нина Харинова! Мы отмечали музыку, характерную, под которую выходят бойцы команды Гор ММА из Бразилии. И также вот эта мелодия уже нам хорошо запомнилась и любима она многими болельщиками. Под эту музыку выходят спортсмены клуба «Кузня». 23 года Нине Хариновой. Она из города Городовиковск, что в республике Калмыкия. Двукратная чемпионка России по ММА 2021-2022 года. Представляет бойцовский клуб «Кузня». Она кандидат мастера спорта по рукопашному бою. Кстати, выступала на чемпионате мира IMMF. Но в финале проиграла ученица Кайла Харрисон Мишель Монтегю из Новой Зеландии. Очень грозная спортсменка. Кстати, Монтегю на топ-1 тоже золото не завоевала. В финале проиграла бразильянке. На профессиональной арене Нина дебютировала 22 октября на турнире ММА серии 58. Тогда в первом раунде Рычагу Млокцы одолела Мустаря Аман Келдиеву. А во втором бою на ММА серии 61 в Ереване техническим нокаутом в первом раунде одолела Наталья Яченко. Всего два боя, две победы на профессиональной арене. Оба боя провела на турнирах ММА серии. Боец в синем углу клетки. Ей 22 года. Рост 1 метр 67 сантиметров без 65,8 килограмма. Из Бразилии. Ее рекорд – одна победа при двух поражениях. Давайте громко поприветствуем Джузи Пабриэли! Ее соперница в красном углу. Ей 23 года. Рост 1 метр 68 сантиметров. Из города Годовиковска. Республика Калмыкия. Представляет бойцовский клуб «Кузня». Она двукратная чемпионка России по ММА. Кандидат мастера спорта по рукопашному бою. Ее бескомпромиссный стиль полюбился поклонникам ММА серии. Ее рекорд – два боя, две победы. Нина Харинова! Рефери в актагоне Артем Олексенко. Сегодня выступали уже девушки в минимальном весе. Видели мы также спортсменок в категории до 57 килограммов. И сейчас полулегкая весовая категория. Нина Харинова против Джузиани Пабриэли. Смотрим внимательно. Две правши в клетке. И смотрим на то, сможет ли преподнести какой-то сюрприз Пабриэли в этом поединке. Конечно же, у Нины должно быть преимущество. Причем как в стойке, так и в борьбе. Пока подбирает дистанцию Харинова. Никуда не торопится. Локий пропускает. Но вот здесь хорошую ручную скорость. Вы видели ее от Нины. Да, Нина настоящий универсал. В полном смысле этого слова боец нового поколения. Базовая рукопашница. Но при этом она действительно прекрасно и борется. И бьет очень больно. Ну, здесь очень аккуратно начинает поджимать Нина. Выиграет пространство. Да, Харинова имеет серьезное преимущество в скорости. Пока что не может подобрать дистанцию. И вот так пыталась сейчас пойти в борьбу Джозиане. Да, в целом Фабриэли неплохо работает именно правой ногой. И как раз именно туда и атакует Нина Харинова. Можно отбить там и икру. Пыталась калф-кик пробить. Но угодила в итоге практически в коленную чашечку. Одиночный размашистый удар справа от бразильской спортсменки. Провалилась, но Харинова не сумела ее наказать за эту ошибку. Да, возможно, излишне даже заряжается Нина на правой прямой. Вновь подбирает дистанцию. С корпуса на голову акцент переводит. И тут же назад. Нет, здесь джеб не зайдет. Очень много использует лоу-кеки Джозиане Фабриэли. Да, хороший вариант для удержания. Харинова на безопасном расстоянии для упреждения ее атак. Здесь спокойно работает на средней дистанции Нина Харинова. И вот чуть-чуть ей не хватает. Полшажочка для того, чтобы доносить удары все-таки до цели. Заряжается на двойку. И также двумя ударами ногами отвечает Фабриэли. Чувствует клетку, чувствует то, что пространства не всегда хватает. Фабриэли у нее за спиной и грамотно выходит. Половина раунда еще впереди. Да, пауза между активными эпизодами становится все больше. И вот сейчас вновь Нина заходит на ударную дистанцию. Два удара выбрасывает. Лоу-киком отвечает Джозиане. Да, и там как-то ногу немного повело. Неужели какие-то проблемы с левой ногой есть у Хариновой? Вроде бы все в порядке. Опирается она на нее. Хорошо. Сейчас в челюсть зашел правый прямой. Вот пристрелялась наконец Харинова. И здесь же дважды в голову. Опять левая рука. Хорошо. Силовые джебы начали проходить у Нины. Левый не прошел. Но надо развивать успех. Потому что эпизод был очень хороший. Даже два эпизода. Фабриэля завелась. Разозлилась. Идет вперед. И съедает все лицо фактически. Удары становятся более затянутыми. Она все чаще оказывается на удобной дистанции для Нины. Ищет, ищет свое счастье. И бразильянка. Но не попадает. Характер, конечно, показывает. И здесь зацепила. Да, зубодробительные размены. И Джизель также попадает. Джизель. Разбита губа у Нины. Да, несколько ударов, конечно же, дошли до цели. Но посмотрите, какой характер демонстрирует. Все съедает. Просто здесь бразильянка. Да, уже там набухает гематому под глазом. И еще два удара. До встречи залетают у Хариновой. Да, вот как сразу же вечер перестал быть томным. Да, как только несколько раз попала Нина. Взбесилась, как берсерк. А Джозианя пошла вперед. И вот тут началось самое интересное. Последняя минута первого раунда. Да, Джози, конечно, дает жару, дает шоу. Но при этом по точным ударам никаких сомнений нет. Нина впереди. Клинч. Колено. Да, плотно работает из этой позиции. Джози и вновь в дистанции. 30 секунд до окончания первого раунда. Давит, давит. И там активно работает и секундан. Джози здесь оверхенд заходит. Еще один удар. Одно и то же делает Джози. Но прет вперед. Не пропускает. Правым кроссом достала соперницу Харинова. Какой ущерб серьезный получила бразильянка в этом первом раунде. Но, кстати, и донесла ударов она тоже немало. Последнее мгновение первого отрезка. Вообще классный раунд. Возможно, лучший раунд на сегодняшнем турнире. Мы с вами посмотрели. И вообще, ну, признаемся, кто ожидал, что Джози такое сопротивление окажет Нине. Да, бразильская спортсменка выглядела немного робко в начале. Но впоследствии, в общем, превратилась в настоящего Халка. Знаешь, вот я имею в виду, что когда Халка же, когда бьют, чем больше его бьют, тем он сильнее становится. И с Джозиани Фабриэля происходило примерно то же самое. Здесь еще очень важный момент для Нины психологически ни в коем случае не утратить вот эту уверенность. Потому что когда ты бьешь, попадаешь, ты видишь, что твои удары наносят ущерб, а соперник не ломается и продолжает переть просто как танк. Это может немного давить. Но опять же, что кроме этого напора есть у Джозиани? Есть чистые удары, их не так много в сравнении с тем, сколько донесла до цели Харинова. Закрываются калитки. И сейчас будет продолжение этого действительно зубодробительного поединка. Итак, второй раунд. Нина Харинова против Джозиани Фабриэля. Активно перемещается Нина. Да, Нине просто необходимо сохранять хладнокровие, продолжать тянуть на себя соперницу. По большому счету ей это выгодно. И работать, работать в своем ключе, делать то, что она умеет лучше всего. И хай-кик чистый, заходит у Джозиани Фабриэля. Под рукой, да, прошел этот удар. Но до сих целей здесь, через руку попадает. Подкрутила прицел в перерыве Джозиани. Да, она стала действовать более зрячо. Эмоции ушли, видимо, хорошо поработали секунданты. И теперь она смотрит, куда бьет, пытается Нину проваливать. Здесь она пытается еще и инициативу перехватить. Здесь необходимо Хариновой собраться. Потому что первую минуту она проиграла в этом раунде. Сейчас пауза. И опять необходимо нащупать нужное расстояние. Да, при этом Нина практически не бьет ногами. Плюс ко всему, если я ничего не буду, то одна такая не очень яркая попытка борьбы была. Вот Нина и все в первом раунде. Атака на смещение очень нужна Нина. Ну что ж, фабрели. Боец отказывается. Джеб на выходе. Точный от Хариновой. Вновь у нас не очень насыщенные первые минуты. Но бразильская спортсменка попадала чаще. Сейчас миддл кик на выходе. Вновь точно по корпусу. Но Хариновой необходимо действовать более разнообразно. Потому что превращать этот поединок именно с ее стороны. Чисто боксерский матч. Так себе идея. Да, это может привести и к спорному решению, и к раздельному решению, к чему угодно. Потому что продолжает оказывать давление и постоянно старается теснить Харинову к сетке Джози. Причем делает одно и то же Фабриэлли. Правый оверхенды просто выбрасывает один за другим, без подготовки, без финта. Но самое удивительное, что некоторые из них достигают цели. Это небольшое преимущество в размахе. Помогает для Фабриэлли. Да, и при этом преимущество в скорости, которое мы видели в начале поединка, которое присутствовало у Нины, сейчас кануло в лето. Как минимум выровнялись соперницы. Вновь силовой джеб навстречу. Хорошо от Нины. Вновь достает левой рукой. Хорошая левая рука у Хариновой. Можно продолжать работать. И на отходе в том числе левой прямой. Отлично. Нахватала Джози за последние секунды 30. Было несколько очень неплохих попаданий. При этом, возможно, Фабриэлли почувствовал, да, она по мне попадает. Да, этих ударов много, но она не может меня нокаутировать. И продолжает делать свое. Пытаться делать свое. Задышала Нина. Минуты 40 до конца второго раунда. Здесь необходимо забирать последние секунды. Потому что по напору на самом деле Фабриэлли выглядит неплохо. Ну и она идет вперед. Это, в общем, агрессия, которая тоже учитывается судьями. Причем движение это становится все более и более интенсивным. Прямо напрашивается на размены Джози. И мы слышим, что подсказывают угловые Нине, что можно побороться с соперницей. Клинч. Колени пошли в дело. И вновь дистанция. Если Фабриэлли планировала провести этот бой в стоке, то у нее все получается. Да, второй раунд суперконкурентный. Начинается последняя минута. Точно пробивает Нина. Да, левые боковые у Нины продолжают работать, как часы. Удары справа залетают гораздо реже. Мы видим, что мешает Нине кровотечение из носа. И Джозиане Фабриэлли сейчас идет в борьбу. Гильотина, возможно, отсюда. Да, и угловые просят Нину не застревать в этой позиции. Развернуть соперницу. Ей удается это сделать, но она пропускает несколько ударов колено. Да, излишне не стало закисляться. Прием там вряд ли мог пройти. А риски были слишком высоки. Ну что ж, последние 10 секунд второго раунда. Колено по корпусу. Контроль стойки также за Ниной. Но лично я не уверен, что эту пятиминутку выигрывает российская спортсменка. Продолжение следует... Впереди третий, заключительный и вполне вероятно решающий раунд в этом противостоянии. Джози Фабриэлли против Нины Хариновой. Всего 5 минут. Артем Алексенко дает отмашку. Так смотришь, как изменится тактика Нины. И публика поддерживает Харинову. И вновь у нас стык на средней дистанции. Боя до острая. Ну что ж, такие бои надо вытаскивать на характере. Да, и причем именно в таких боях растут спортсмены, прежде всего молодые. Когда очень тяжело, когда примерно равный по силам соперника, когда надо сжать зубы и продолжать сражаться. Обратите, Фабриэлли уже спокойно ждет, да, когда пойдет вперед Нина, чтобы контрить, действовать в разрез. Да, это уже совсем не та Фабриэлли, что в первом раунде. Разозлившаяся, которая огульно идет вперед. Которая много чего принимает в голову, но пытается отвечать. Здесь уже расчет. Да, в первом раунде было очень много эмоций. А сейчас уже совсем другая Джози. Она работает на набор очков. Она проваливает, пытается, во всяком случае, проваливать Нину и перехватывать атаки, набирать баллы. Джози понимает, что Нина ее не может окутировать, но и сама она тоже Харинову отправить в нокаут не в состоянии. Но вот здесь первым номером по-прежнему отрабатывает Нина. Один удар достиг цели. Все-таки и здесь навстречу. Опять попадает бразильянка. Да, и Нина тоже попала несколько раз. Две минуты позади. Лево-боковой зашел у Джози. На самом деле Фабриэль здорово везет иногда. Она выбрасывает удары по площадям и попадает. Ну, может быть, тут не только в везении. Не только. Она предполагает, что соперница будет именно в этом месте. Да, но просто таких ударов было уже довольно много. Но нельзя сказать, что у нее прям такая точеная техника у Фабриэля, да? Ну, она приспособилась. Потому что, по большому счету, на протяжении поединка Нина тоже действует довольно однообразно. Хорошо. Ведь быстрее удары у Нины. Ногами практически Харинова не работает. В отличие от соперницы. Кстати, серьезные проблемы Нине создавали и попадание ногами. В первом раунде это были лоу-кики. Потом по корпусу частенько отрабатывала Джози. И вот посмотрите. Раз за разом выходит на удар справа. Фабриэля идет, выцеливает. И сейчас, скорее всего, будет еще одно подобное не попадание, а подобная попытка, наверное, случиться. Фронткик навстречу. Колено выбросило. Неплохо. Попыталась Нина пойти в борьбу. Не получилось. Две минуты. И по-прежнему судьба поединка висит на волоске. Какие-то эпизоды забирает Нина, какие-то Фабриэля. Сейчас удалось встретить бразильской спортсменке Нину Харинову. И немного дает инициативу. Предплечьем фактически провела атаку Фабриэля. Хороший джеб в разрез зашел. Полторы минуты. Полторы минуты. Мочение. Важный момент. Забрать концовку в этом поединке. Да и третий раунд может стать решающим вполне в том случае, если суди первый раунд, ну, один раунд посчитали, скорее всего, первый в пользу Нины, второй в пользу Жозе. По корпусу он неплохо. Меделкик пробивает Жизель. Последняя минута начинается прямо сейчас. Идет вперед Харинова. Джеб не зашел. Застаивается сейчас Фабриэля. Можно атаковать. Опять же, где колени? Все через руку. Все через бокс. Да, причем Фабриэля тоже перестала бить ногами. Она приняла вот этот поединок по правилам бокса в перчатках для ММА. И в третьем раунде мы наблюдаем исключительно перестрелку на средней дистанции. Девушки меняются ролями. То идет вперед Нина, то Фабриэля. И попадает жестко здесь Фабриэля. Да, последние секунды. И пытаются и Нина, и Джози оставить максимально приятные впечатления на своем выступлении. Мимо. Последние мгновения. И даже сейчас любой эпизод может стать решающим. Что ж, поднимает руки Жизелья Фабриэля. Поднимает руки Нины Харинова. Команда тут судье. Победу узнаем совсем скоро. Это был уборнейший бой с большим количеством ущербов в ту и в другую сторону. Видим мы судей. И поднимаются записки. А Гирид Валбаза уже готов забрать, скажем так, результат. Результат судейской работы на протяжении последних 15 минут. И отправится в клетку, дабы его огласить. Ну что ж, как минимум, большущая молодец Жизелья Фабриэля. Она вышла, дала бой. Ее никто не знал. По большому счету в нее никто не верил. Нина была уверенным фаворитом. А в итоге поединок получился супер близким. Да, у нее отрицательный рекорд. Одна победа и два поражения. Давайте поблагодарим девушек за прекрасный поединок. Причем победа добыта раздельным решением. Сегодня вообще за зрелищность именно девушки отвечают в преддверии 8 марта. Как я уже сказал, этот бой продлился 15 минут. Победу раздельным решением судей одержала боец красного угла. Нина Харинова выигрывает в этом бою, но выигрывает раздельное решение. У нее по-другому чистый рекорд 3. Победы, ноль горфи и поражения. Это было невероятно сложно. И из этого боя Нина наверняка вынесет много нового. Фабриэля, желаем не расстраиваться. Она большой молодец. Мечтаб Ленинчка, офигеальный директор телеканала mmdfstv.com Я хотел, во-первых, благодарить всех бойцов. Please come. Хочу сказать одно. Нина, иди-ка поближе, пожалуйста. У нас было голосование... Do you speak English? No? No? Okay. Just stay here. У нас было голосование за лучшего бойца в ММС-серии. И Нина, на самом деле, заняла второе место у нас. Я просто хотел обратить внимание, что этой девушке пришлось выдержать очень достойную конкуренцию. Этот бой был изначально очень конкурентен. И то, что получилось, то, что получилось, на самом деле, вы принесли невероятное удовольствие всем зрителям, как присутствующим в этом зале, так и сидящим у своих экранов. Вот все... This is for you. It's a applause for you. And we have to say thank you. You understand? Thank you. Спасибо за этот бой. Хотел только сказать, что это был невероятное противостояние, и мы обязательно пригласим еще Фабриэли for next fights. You're good. Okay? Спасибо. Thank you. А мы продолжаем. Аплодисменты. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Мы возвращаемся в октагон ММА серии. Это 63-й турнир. Совсем скоро соглавное событие сегодняшнего вечера Брэна Кардоса сойдется с любимицей ММА серии Марией Артюхиной. Ну а пока на очереди девятый поединок. Полустретний вес. И в синий угол клетки приглашается боец из Бразилии. Бразилии «Джефферсон» «Гонсалвес» 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 Итак, Джеберсон «Гонсалвес» «Долима» «Досилва» «По прозвищу Минотавр» «Непобежденный» «31-летний бразильский баяц из Рио-де-Жанейро» «Представляющий зал» «Грейси Бара» «Рамбиньо» «Чемпион» «Страйкфайтер» «Чемпион» «Рамблфайт» «Сегодня Джеберсон проводит не только первый бой в ММС-серии, но и вообще первый бой в России» «Плютко всего он не выступал пять с половиной лет» «Какой он сейчас в форме, даже трудно предположить» «Начинал же десять лет назад» «Выигрывал в целом ряде региональных бразильских промоушенов» «А имена побежденных им бойцов вряд ли вам о чем-то скажет» «Последний бой он провел в августе 2017-го в «Шута Бразил» «И там была зафиксирована ничья во встрече с Кэнсоном Перейрой» «Итак, девять боев, девять побед» «Красный угол клетки, предложает его соперник из России» «Зиад Садайлы» 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 Работает, кстати, педагогом в реабилитационном центре. Возможно, именно поэтому у него прозвище «Учитель». Серьезно, по смешанным единоборствам он стал выступать в 2016-м. Тогда принял участие в чемпионате Европы по ММА. В следующем году пытался уже себя проявить на чемпионате мира. Но не получилось. Жозет Эйшейра тогда выиграл галлютины. По профессионалам был дебют тоже в 2017-м. Сейчас 7 побед и 2 неудачи. Боец в синем углу октагона. Ему 31 год. Рост 1 метр 88 сантиметров. Вес 77,4 килограмма из Бразилии. Он чемпион strike fighter. Чемпион humble fight. Имеет внушительный рекорд. 11 боев. 9 побед при двух ничьих. Встречаем! Джефферсон Гонсалвер! Его соперник боец в красном углу клетки. Ему 27 лет. Рост 1 метр 70 сантиметров. Вес 77,1 килограмма. Из подмосковной Истры. Он победитель Кубка мира по ММА. Бронзовый призер чемпионата Европы по ММА. Работает педагогом в центре реабилитации и образования номер 7. Его рекорд 10 побед при трех поражениях. Зиад Садайлы! Рефери в октагоне Никита Меркулов. Итак, полусредняя весовая категория. Джефферсон Гонсалвер против Зиада Садайлы. Все внимание в клетку. Три раунда по пять минут. Очень давно не видели в деле Гонсалверса, в какую он сейчас форме трудно предположить. Но этот парень точно умеет работать в стойке. И у него есть преимущества в росте и размахе. Ну, Зиада вообще очень небольшой рост для полусредней весовой категории. Джефферсон, наоборот, очень высокорослый, в том числе для этого дивизиона. Вообще, есть вот сейчас, когда ребята сошлись в клетке, стойкое ощущение, что парни из разных весовых. Да, можно предположить. И сейчас просит расслабиться немного Зиада. Навстречу неплохо пробил здесь Джефферсон Гонсалверс. Да, и поехала Садайлы нога. В итоге оказывается он вот так в оборонительной позиции и пытается набросить треугольник. Это очень сложно сделать, учитывая преимущество в росте. Попытка выхода на болевой также неудачна. Да, и никак не удается ни треугольник накинуть, ни рычаг взять. Есть попытка выбраться из этой борьбы и есть риск отдать спину. Кавгард диагональ. Необходимо перемещаться к сетке и Зиад завязал руки сопернику. Секундирует, между прочим, Джефферсона Гонсалверса Вальтера Игнасио Егора Азизиан. И сейчас есть риск отдать спину. Вот это да. Да, пытается закрепиться в бэк-маунте. Одновременно постепенно затягивает удушающий захват Джефферсон Гонсалверса. Но мы видим, что Зиад постоянно контролирует одну, как мидиуму, руку соперника. Да, и левую ногу там дальше не заводит. Несколько ударов. Пытается подняться. Левую ногу за бедро Джеймерсон не заводит. И здесь пытается перейти к удушающему. Ноги уже там, где нужно. И на самом деле опаднейшая ситуация. Необходимо растянуть. Здесь вырвался, вырвался Зиад. Возможно, рывком постарается развернуться. Да, в какой-то момент показалось, что все вот совсем скоро будет закончено в этом бою. Потому что предплечье так очень плотно зашло под подбородком. И вот сейчас вторая попытка со стороны Джеймерсона Гонсалверса. Пытается он растягивать Зиадоса Дайлы. Терпит, терпит здесь Зиад. И не хватает, кажется, немного контроля. Не может в левую себя сторону задержить. А в правую. Еще одна попытка. Да, излом здесь. Контроль корпуса есть. И не получается полный маунт. Вырывается Зиад. Вот это да. Взрывается тут же публика. Да, из казалось бы абсолютно безнадежной ситуации. Зиад Сидалы дважды выбрался. И сейчас блистательно бросает зацепом. И уже сам переходит к атакующим действиям. За две минуты с небольшим до окончания первого раунда. Да, пытался там набросить треугольник. Боковой контроль и сразу же старался зайти Зиад в маунт. Не вышло. Как быстро все меняется в этом поединке. Накрывает сверху уже Гонсалвес, который показал зубы в борьбе однозначно. Абсолютно валидольный первый раунд. Несколько раз оказывался на грани поражения. Зиад Сидалы вот сейчас вновь в маунт. Он запускает соперника. И теперь уже совсем все плохо. В центре клетки оказываются спортсмены. Времени предостаточно. Больше полутора минут у Гонсалвеса, чтобы все-таки провести этот удушающий. Идет, идет движение. Но опять же нет. И замка на пояснице. И сейчас может выбраться. Но зато есть треугольник теперь. Вот это да. Увеличивает давление. Но все делает не до конца Джейберсон Гонсалвес. Да, в каждой позиции ему не хватает совсем чуть-чуть. И вот сейчас голову тянет к себе. Там, судя по всему, есть плотный замок. Чуть-чуть не хватает опять же. И полетели локти. Но почему не закрывает до конца замок Гонсалвес? Все. Все. Сдался. Все-таки сдался. Зиад Содайлы. Настоящий кошмар превратился этот первый раунд для Зиада. Одна беда. За другой его преследовали. И в итоге все-таки треугольником он проигрывает. Поздравляем от Джейберсона Гонсалвеса. Это было впечатляющее возвращение. Пять с половиной лет не выступал. И вот так триумфально вернулся. Сохранил ноль первое поражение Джейберсон Гонсалвес. Да, Зиаду пожелаем ни в коем случае не унывать. И отправляется праздновать доклетку Джейберсон Гонсалвес. Отличный перформанс он сегодня устроил. При этом видно, что есть определенные пробелы, есть над чем работать. Но какая же банда у города Зиадзиана подбирается? Я имею в виду именно бразильская банда. Да, очень хороший полусредний вес Джефферсон Гонсалвеса. Запомним его. Этот поединок продлился 4 минуты 4 секунды. Победу удушающим приемом треугольник одержал Джейберсон Гонсалвес! Что ж, поздравляем Джейберсона с этим успехом. На Зиаду желаем вернуться сильнее. Субтитры создавал DimaTorzok Джефферсон Гонсалвеса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 А вот и Екатерина Макарова 29-летняя спортсменка из Москвы Представляет клуб «Груша» Она призер чемпионата России, Европы по кикбоксингу И чемпионка Москвы по подкратиону и грэплингу Профессиональная Екатерина выступает с 2014 года Но дерется не часто После первых трех побед решением Выступила Ксюша Степановой Потом на турнире «Цитадель» в Гонконге Докрутировала Андрею Эриксон После чего проиграла Аня Емельяненко И на Лианг На ММА серии 21 ноября 2020 года В ничью подралась с Марией Артюхиной Но в последнем бою в декабре прошлого года Решением проиграла Вероника Борисовой Четыре победы, четыре поражения всего Две победы нокаутом и одна приемом Боец в синем углу клетки Ей 20 лет Рост 1 метр 59 сантиметров Вес 57 килограммов ровно Представляет Крым Клуб «Борода» Она призер чемпионата России по подкратиону Чемпионка Крыма по ММА Ее рекорд Одна победа при одном поражении Громко приветствуем Тиана Парабьева Ее соперница – боец в красном углу Она старше своей оппонентки на 12 лет Ей 32 года Рост 1 метр 63 сантиметра Вес 57 килограммов Из Москвы представляет клуб «Груша» Она призер чемпионата Москвы, России и Европы по кикбоксингу Победитель чемпионата Москвы по панкратиону Ее рекорд Четыре победы Четыре поражения И одна ничья Екатерина Макарова Рефери в октагоне Никита Меркулов Продолжается турнир ММА серия 63 И на очереди у нас вновь женское противостояние Диана Воробьева в синем углу В красном Екатерина Макарова Смотрим Сразу же начинаются финты и уловки Причем с обеих сторон Хороший лоу-кик от Макаровой на старте Еще один Отвечает также лоу-киком Диана Такие звонкие попадания в начале этой встречи Активно двигается Диана Воробьева И вроде как соглашается она на работу вторым номером Хороший тайминг демонстрирует Диана Но пока что перестрелка здания и дистанции В целом аккуратно пытаются замедлить друг друга девушке Сейчас пошла набрасывая удары с фронтальной стойки Екатерина Макарова Да, несмотря на то, что она успешно выступала И на чемпионате России, и на чемпионате Европы По кикбоксингу Сейчас удары были совсем не кикбоксерские Очень много вообще ногами Здесь работает Макарова в самом начале Ну и Диана также делает ставку на лоу-кике Хороший плотный удар по левому бедру Воробьевый сейчас был Да, решилась Диана зайти на среднюю дистанцию С комбинацией левый-боковой Сейчас зашел у Воробьевой Ну, Макарова тоже попадает Неплохо двигается Диана Попробовала левый джеб И правый прямой попадает Но здесь не бросилась вперед Сама себя остановила Воробьева Увидела, что все в порядке Но справляется с этой ситуацией Макарова И не стала рисковать С подножкой пыталась зайти на среднюю дистанцию Диана Тянет на себя ее Екатерина Макарова Очень жестко встречает Освоилась Воробьева И, кажется, вот эти все лоу-кики от Екатерины Не сделали свое дело По-прежнему неплохо двигается Спортсменка из Крыма Как его перехитрит На лоу-кик сразу же боковой Вот Воробьевой Да, уже обе спортсменки пристрелялись На руках побыстрее Выглядит Воробьева Но более плотные попадания, наверное У Екатерины Макаровой Но Диана тоже очень неплохо смотрится На средней дистанции Каждый раз на лоу-кик соперница Отвечает правым прямым А при этом лоу-кики Действительно плотные И вот здесь такая атака И справа, и слева ногами Отрабатывает Воробьева Тут же Да, и фактически, да Заходит на среднюю дистанцию Воробьева Ждет лоу-кик от соперницы И затем включается На руках Хорошая смена этажей Сейчас от Дианы Чуть-чуть начинает Увеличивать темп Диана Воробьева Екатерине Макаровой Необходимо постоянно тоже двигаться Застаиваться ни в коем случае нельзя Правый прямой мин И тут же еще одна атака Ну и Екатерина тоже Ответила ударом справа Но определенные повреждения Есть на лице и у Дианы И здесь хай-кик Фактически удар вопроса Начинается борьба Чуть больше минуты Гард закрыт Да, забросила этот хай-кик Рисковала Диана Воробьева Получилось красиво Но в результате проигрывает позицию В борьбе Сейчас активно обороняется Диана Гард все-таки закрывается Пытался она бросить треугольник Не вышла Минимизирует ущерб здесь Воробьева Да, старается вывести бедра Из-под соперницы Гард открыт у Дианы При этом мы видели Несколько жестких аморфистов От Кати Макаровой При этом подсказывают угловые Диане, что Ох, на рычаг локтя Она выходит Не вышло, нет Не получилось Но было довольно стремительно И неожиданно Также было довольно много борьбы В поединке Дианы Воробьевой И Виктории Скляровой Но там сложилось не в ее пользу Пытается вывести таз Ну что ж, первый раз у нас подходит к концу И на самом деле побольше сделала Екатерина Макарова Плюс еще вот эта борьба И определенный ущерб Который здесь удалось реализовать Спортсменки из Москвы Заканчивается перерыв Ну что ж, такие эмоциональные наставления идут в углу О Крымчанке Ну, получился хороший первый раунд Очень конкурентные были свои моменты И у Дианы, и у Екатерины Совершенно непонятно, кто же ведет сейчас Видели сейчас момент В самом начале протянуло руку Екатерина Макарова А Диана не стукнула в ответ Говорит ли это о том, что Диана завелась, разозлилась Еще одна атака пошла за рубы на средней дистанции точных ударов Было минимальное количество Я вообще ни одного не увидел Статистика тем временем на ваших экранах Да, зато скорости были запредельные И статистика подтверждает тезис о том, что поединок очень близкий Мы видим, что и по ударам руками, и по ударам ногами Там минимальная разница И судьи могли увидеть все, что угодно абсолютно Но, с другой стороны, была борьба и был контроль Все-таки в пользу Екатерины Макаровой В концовке первого раунда И это могло принести ей успех И плюс еще было давление, работа первым номером от нее же Здесь клинч Пытается затащить в борьбу Макарова соперницу И посмотрим, чем закончится этот эпизод Вот так все-таки, да Мастерски отработала Катя В этой позиции Сейчас пытается выйти на болевой прием Тяжелейшая ситуация для Дианы Воробьевой И она отличный ролл делает Вот это да! С честью Диана вышла из этого положения И теперь уже сама готова проявить себя в атаке Возможно, Екатерина уже уверила в то, что у нее получится прием А здесь на ручной треугольник пытается выйти Диана Воробьева, пока боковой контроль не переносит Вот она центр тяжести и правую ногу на живот Так смотрим Возможно, треугольник получится набросить у Макаровой Да, никакой паники в действиях Екатерины мы не наблюдаем Она уверенно защищается Правая нога Дианы заблокирована И это не позволяет ей улучшать позицию Хавгард Да, работает над диагональю И вот тот самый треугольник Ну, не скрывает этих мыслей Екатерина Макарова Да? Довольно прямолинейно Сейчас кувырок пытается выполнить Диана Воробьева Но Екатерина не позволяет ей это сделать Вот так сантиметр за сантиметром Она отвоевывает позицию И переходит к нанесению ударов по незащищенной голове соперницы Да, там есть как раз одно свободное место И именно туда приходились удары Причем в большом количестве Смотрим на руку, на излом Да, тут перспективная позиция За спиной оказывается рука Дианы И вот так на душающий прием Возможно, здесь выйдет Нет, не хватает контроля Макаровой Смотрим Руку продолжает контролировать Екатерина Макарова И можно обстреливать в голову Да, и справа, и слева И перекрываться приходится Диане Только с одной стороны Да, довольно занимательная ситуация В партере у нас получается Но здесь однозначно Екатерина набирает очки Не можно освободить правую руку Да, такое обратное распятие Это очень редко такие позиции происходят Обе руки заблокированы У Дианы Воробьевой И она вынуждена пропускать вот эти удары Ей плохо Очевидно, ей неприятно Это мягко говоря Но руки освободить она не в состоянии Да И летят эти удары И казалось бы, что были хорошие моменты И хорошее начало этого раунда От Воробьевой Она перевернула все в борьбе Но попалась Попалась в итоге Ей выключили руку А здесь еще почти минуту Вот так вот выживать В определенном смысле Диане Да, но насколько же все-таки плотно Да, при этом обратите внимание Левая рука у Дианы в целом свободна Она ее может освободить Но парировать этой рукой удары Она не в состоянии Ну, так или иначе У Екатерины здесь практически все получается Она уверенно выигрывает этот раунд Да, забирает однозначно Воробьевой приходится очень тяжело Последние секунды второго раунда Который сложился просто мучительнейшим образом для Дианы Последние мгновения Которые очень долго, вероятно Для спортсменки из Симферополя тянутся И, наконец, второй раунд закончен Перерыв Симферополяю uleму Вссер Так Гур tenha Все 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 Победитель Все Все ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Громче, громче, громче! Третий раунд! Начинается третий, заключительный раунд противостояния Дианы Воробьевой и Екатерины Макаровой. Первый раунд был очень конкурентным, во втором было хорошее, уверенное преимущество Екатерины. Посмотрим, как будут развиваться события сейчас. Но практика показывает в этом поединке, что все-таки в борьбе гораздо увереннее себя Катя ощущает. Возможно, именно на этот аспект ей стоит сделать ставку в заключительном отрезке. Ну и также делает ставку на свои удары ногами, в том числе Диана Воробьева. Правый хоккейк не прошел, здесь бросок через бедро может получиться, не выходит. И опять накатывает, здесь берет под бульдог. Хорошая позиция у Екатерины Макаровой. Довольно легко она добилась вот уже этого положения. Но все-таки, судя по всему, на фоне усталости Диана не может оказывать такого ожесточенного сопротивления, которое мы наблюдали в первом раунде местами. А во втором и в третьем мы видим, что это все получается. Смена позиций в том числе и вот эта атака у Екатерины развивается весьма эффективно. Там ноги где нужно, пытаются и растягивать, но при этом вот сейчас только зашла. Посмотрите, хороший полный маунт в исполнении Екатерины Макаровой. И необходимо Екатерине следить за тем, чтобы этот маунт не становился слишком высоким. Да, может пройти вот такой мост у Дианы Воробьевой. Гард закрыт. А это Диана не сдается, проявляет характер. Молодец. Ну что ж, это шанс. Да, это шанс, но мы уже видели, как в подобных позициях Екатерина Макарова действовала очень опасно на контратаках. Треугольник. Да, она близка к тому, чтобы затянуть треугольник от нашей соперницы тяжело. Прям очень плохо приходится Диане Воробьевой. Если сейчас голову схватят за затылок Екатерина Макарова и так начнет притаскивать к себе, то, возможно, все закончится. Ну что ж, терпит, терпит по-прежнему Диана Воробьева. Полетели удары. Опять тяжелейшее положение. Чуть-чуть не хватает менять положение корпуса Диана, но... Да, близка. Треугольник там в другую сторону не успела закрыть. И сейчас есть вариант выйти на рычаг локтя у Екатерины Макаровой. Но при этом обратите внимание, насколько грамотно работает в защите Диана Воробьева. Да, она очень устала. Ей периодически становится плохо, но она знает, что делает. В каждой из позиций она знает, что делает и безошибочно работает в обороне. Диана Воробьева никогда не сдается. Здесь она забегает за спину, сможет и заправить ноги. Две минуты. Вот это да! Вы посмотрите, что творится. Неужели получится у Воробьева? Здесь сил не хватает. Полоборота защищается Екатерина. Полный маунт. Да, вот так в маунте продолжает работать Диана. И теперь уже серьезные проблемы у Кати. Она отталкивается ногами от ограждения. Так делать можно, конечно же. И выбирается. Оказывается, за спиной соперница. Диана вновь накрывает Екатерину. Полтора минуты до окончания боя. Еще один очень острый удар локтем был. Смотрим. Через руку удушающий. Не получится использовать сетку Екатерина Макарова. Опираться можно, цепляться нельзя. Да, причем цепляться нельзя ни пальцами ног, ни, естественно, пальцами рук тоже. И вот так вот пытается задушить Диана Воробьева. Минута, минута. Уже меньше. Вот так вот корпус помогает себе. Смотрится этот поединок. Все меняется несколько раз. Менялось несколько раз в этом противостоянии. Посмотри, как просачивается Екатерина Макарова за спину Дианы. И вот, казалось бы, из абсолютно выигрышной позиции сейчас вновь Воробьева попадает в очень нехорошую ситуацию. Когда Екатерина Макарова у нее за спиной будет пытаться задушить. Остается меньше 30 секунд до окончания боя. Смотрим. Нет, здесь не получится. Все взорвало 20 секунд. Там сорвал голос уже тренер Дианы Воробьевой. Здесь вот с корпуса на голову Дианы. И справа, и слева переносит акцент. Ну что, хватит ли этого для победы в третьем раунде, Диане? Все, закончилось. Закончилось решение. Да, там оба секунданта Дианы Воробьевой просто не то же сорвали голоса. Мне кажется, они отдали столько же, как минимум, сил, сколько сама Диана. Да, такая неистовая абсолютно поддержка шла из ее угла. Анисика на ваших экранах. Итак, что мы видим? По количеству ударов Макарова серьезно превосходит свою соперницу. Могут отдать все три раунда Екатерине. Могут отдать первый и второй. И кажется, что это уже принципиально не изменит итогового решения. Но при этом хочется как-то поддержать Диану Воробьеву. Она билась, она старалась, она пыталась до последнего. Диана – настоящий маленький воин. В первой до последней секунды этого поединка она верила в себя и сражалась, как лев, как львица. Ну, давайте дождемся близкого вердикта. И вновь девушки выдали в октагоне три полных раунда. Я попрошу наградить их аплодисментами. Действительно, женские бои сегодня украшения ММА серии 63. Этот поединок продлился 15 минут. Победу раздельным решением сутки одержала боец красного угла Екатерина. Да, выигрывает Екатерина Макарова, но только лишь раздельным решением. Видимо, вот в этом можно найти какой-то аванс на будущее для Дианы Воробьевой. Она тоже большой молодец. Поздравляем Екатерину. Трудовая, тяжелейшая победа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Но здесь комбинационно пытается вытаскивать этот раунд и этот бой вообще Джеки Брекс Зажал, зажал сейчас Саб-Зира, соперника И вот этот топор уже далеко не первый раз помогает королю Лида вести эту встречу Так, смотрим Очень мало снимает все эти удары, обратите внимание Ну, через блок, потому что, судя по всему, они частично проходят И готов сейчас уже у Джеки Брикса специальный удар Посмотрим, получится ли его использовать Было бы, ну, во всяком случае, эффектно точно совершенно Да и этого могло хватить для итоговой победы, на самом деле Отверт Да, судьба поединка висит на волоске Это концовка третьего раунда Кстати, времени остается совсем чуть-чуть 20 секунд Уже меньше Атака Джеки Брикс Если время закончится, то выигрывает кто-то, у кого больше КП А не закончится, мне кажется, все-таки успеют друг друга Кто-то кого-то убьет совершенно точно Все Да, это победа Санфира И, возможно, это был лучший бой в Mortal Kombat на сегодняшнем турнире Хороший матч Сейчас узнаем, какой бой мы увидим Ну что, два равных соперника сошлись в ММА Кумбат Три раунда пришлось им сыграть И до последнего было непонятно, кто же одержит победу В итоге Руслан Меджидов был сильнее Его аватар Саб-Зиро был мощнее Джака Брикса Ну а сейчас Пришла пора пригласить парней в октагон Тяжелая весовая категория В синий угол клетки Из Азербайджана Руслан Меджидов Итак, Руслан Меджидов От 20-ти летний тяжеловес из Азербайджана Одно проживающих в Нижнем Новгороде Представляющий зал ММА профи Руслан чемпион России по КУТО 2017 года И, как вы понимаете, с ударной техникой У него все в полном порядке Особенно выделяются его лоу-кики Функциональный карьер в ММА он начал в 2017 году Но первые три поединка этот парень выиграл не нокаутами, а приемами Первый оппонентно задушил, а двух других вывел из строя при помощи рычага лофта Затем случилась первая победа техническим нокаутом и дебют в ММА серии Где у Руслана пока все так скажем 50-50 Три победы и три поражения Кирилл Корнилов сумел Меджидов победить техническим нокаутом в втором раунде Ученик Александра Шлеменко Александр Подмарев выиграл решением И таким же образом оказался сильнее Вальтера Игнасио День удачи Руслан закрыл, отдалев Алексея Сидоренко Но был это вне рамок ММА серии Вернувшись уже сюда в феврале прошлого года Меджидов сперва прямым нокаутом выиграл у Ильяса Ханова А потом в июне приемом одолел Дениса Архиреева Затем была как раз удача с Игнасио И последний бой Руслан выиграл у Дмитрия Андрюшко Техническим нокаутом Всего восемь побед и три поражения Четыре победы приемами и три нокаута В красный угол клетки приглашается его соперник из России Абдул Басир Багаба Абдул Басир Багабов на наших экранах По прозвищу Дагестанская машина 31-летний российский боец из республики Дагестан Живет и тренируется в Санкт-Петербурге Профессионально выступает в 2015 В основном дрался на турнирах небольших промоушенов Но единственный, например, поединок в ACB проиграл Анзоро Шахмурзаев Кроме этой неудачи выиграл 12 первых боев из 11 12 первых боев вообще Причем 11 досрочно Семерых оппонентов накрутировал Четырех заставил капитулировать при помощи удушающих и болевых В последнее время уровень оппозиции у Абдул Басира поднялся Но и как следствие пришли поражения Два последних поединка он проиграл Сначала на турнире One Championship Мауру Сирилле техническим нокаутом И потом Хадису Ибрагимову на Hardcore FC гильотиной в августе прошлого года Всего 12 побед, 3 неудачи Боец в синем углу клетки Ему 25 лет Рост 1 метр 85 сантиметров Вес 120 килограммов ровно Из Азербайджана Из Азербайджана представляет Нижегородский клуб ММА-профи Чемпион России по Кудо Победитель Гран-при ММА серии Его рекорд 8 побед при 3 поражениях Самый эмоциональный тяжеловес Лиги Руслан Бе-е-е-е-е-е-е-е-е-е Его соперник боец в красном углу Ему 30 лет Рост 1 метр 85 сантиметров Вес 113 килограммов Из Санкт-Петербурга Он мастер спорта по греко-римской борьбе Чемпион Евразии по самбо Серебряный призер чемпионата Европы по универсальному бою Его рекорд 12 побед при 4 поражениях Абдул-Басир Вагаба Рефери в октагоне Артем Олексенко Итак, тяжелая весовая категория Руслан Меджидов против Абдул-Басира Вагабова Артем Олексенко в качестве рефери 25 лет всего Руслану Очень молодой перспективный тяжеловес И Абдул-Басир Да, Абдул-Басир в большей степени борец Ну а Руслан Меджидов мы знаем, что Выходит с Искудо Очень техничный, пусть и небольшой Да, но разносторонний тяжеловес Быстрый Обладающий шикарной ударной техникой Очень умный, умеет перестраиваться по ходу поединка Пока боковые удары Вагаба И ни одного прохода в борьбу мы не видим Ну и Руслан собран По корпусу достаёт Прямо в область солнечного сплетения пришёлся этот удар Ещё одно попадание по корпусу А пока что так Очень аккуратно работает Руслан Присматривается к сопернику Заставляет его опускать руки, пробивая по корпусу Да, там определённая группа поддержки есть у Руслана Меджидова Абдулбассир пока что тянет на себя Руслана И, возможно, готовит тейкдаун навстречу Это тяжёлый вес Здесь действительно резко всё меняется Кстати говоря, хорошую скорость на ногах показывает Вагаба Ну, как будто немного забит у него плечевой пояс Не может расслабиться Абдулбассир Двойка Левый боковой, правый прямой от Меджидова Ещё порция финтов И нет, здесь просто бросается Абдулбассир в корпус сопернику Да, и при этом очень опасно Меджидов выбрасывал левый боковой на смещении К счастью, для Абдулбассира не попал И вот переход к борьбе Меджидов отзащищался Ну и при этом Вагаба действительно в эту самую борьбу Очень аккуратно заходит Пытается не растратиться Через корпус Очень всё делает аккуратно Не бросается Понимает, что времени предостаточно И торопиться, по большому счёту, некуда Классическая комбинация с двойной джеб Правый прямой, но всё в блок от Руслана Опять пауза Работа над сохранением дистанции Аперкот скользь И вот это было опасно Хороший левый оверхенд Чуть-чуть не хватило Да, уже не первый раз Руслан Меджидов пристреливается Этим ударом Правый по корпусу вновь Справился ли Рустан задачей по замедлению оппонента По корпусу несколько ударов зашло Пока что аккуратные 3 минуты В целом мы увидели Никто не хочет раскрывать все свои карты Безусловно, есть ещё сюрпризы И у Руслана, и у Абдул-Басира Уже начинает снижаться темп Есть хорошая серия от Руслана Меджидова И не развивает дальше Он успех возвращается Такие кинжальные, разящие, короткие удары получаются У бойца из Азербайджана Да, Меджидов пользуется своим преимуществом в скорости ударов И со средней дистанции комбинирует очень грамотно Переводят с корпуса на голову Причём нельзя сказать, что Меджидов нацелен Именно на поинт-файтинг Так называемый Нет, здесь есть ставка на нокаут Да, и левый боковой в очередной раз зашёл Абдул-Басира выдерживает эти попадания Но раунд пока что проигрывает Да, ещё минута Очень спокойно опять же работает Меджидов Не идёт вперёд, не проваливает сам Абдул-Басир Через руку Хороший боковой так кивнул Ну, пока что в этом поединке для нижегородского спортсмена Из клуба ММА-профи, я имею в виду Руслана Меджидова Всё проходит штатно Он набирает баллы, уверенно выигрывает раунд Да, не получается нанести какой-то сокрушительный урон Но в целом всё по плану А вот Абдул-Басиру необходимо что-то сейчас выдумывать 20 секунд до окончания первого раунда Да, бросается вперёд Вагабов Ещё одна атака И вот здесь на скачке Можно создавать определённый хаос Ответ на атаку от Меджидова И изрывается зал, левый снизу От Меджидова И опять пауза в последние мгновения Первый раунд завершён Абдул-басирую ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заканчивается перерыв, не присаживаются спортсмены. Впереди еще 10 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, смотрим продолжение. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такое абсолютно безмолвие и отсутствие действия. Первые секунд 10, но приступили к нанесению ущерба друг другу тяжеловеса в клетке. Да, Руслан начал раскрываться чуть быстрее, нежели чем в дебютном отрезке. Левый боковой, не на скачке, прям с места пробивает. И ответные действия уже от Абдул-Басира. Пока все это по защите. И здесь достает корпус боец из синего угла. Статистика вашего внимания. 34 на 10. Серьезное преимущество. По итогам первых 5 минут на стороне бойца из Азербайджана. Да, Меджидов очень быстрый. И плюс первый раунд, по большому счету сейчас второй, проходит в темпе абсолютно устраивающем, прежде всего, Руслана. Он в таком темпе может и 5 раундов драться. Да, вот и Кудо в действии. Он, кстати, может при такой комплекции легко и в вертушке в голову крутить. В общем, очень подвижный и взрывной боец. Также подвижный и взрывной Абдул-Басир, но мы видим, что его взрывные комбинации гораздо реже случаются. Ну, а если говорить про тот самый темп, о котором ты им сказал, то здесь диктует его именно Руслан. Когда надо, ускоряется, когда надо, берет небольшую паузу. Все время держит в прицеле. Абдул-Басиру, с этой точки зрения, необходимо находить нестандартные решения. И, возможно, таким решением могла бы быть борьба. И мы знаем, что Абдул-Басир в этом компоненте себя чувствует, как рыба в воде. Но пока что попытки были в первом раунде. Но вот прям, чтобы вкладываться в борьбу, чтобы отдавать силы все и пытаться соперника перевести во что бы то ни стало, таких ситуаций не наблюдали. Попал левым через руку. И еще один удар с вращением. Схватил спину. И, посмотрите, физически вытаскивает этот эпизод Меджидов. Да, причем ситуация напоминала. Ох, какая комбинация от Меджидова. Пошел вперед Руслан. И очередной зубодробительный левый боковой не дошел до цели, а рассек воздух. Да, Руслан показывает очень грамотный, собранный бой. Никуда не торопится. Сохраняет определенное спокойствие, не бирает балла. Хотя, казалось бы, Мох здесь коленом попал. И здесь плохо становится уже. Все, все, бой завершен. Итак, техническим нокаутом выигрывает Руслан Меджидов в этом противостоянии. И, правда, в инуспекте девятая победа в карьере Меджидова. Меджидова и четвертое поражение сегодня случилось у Абдулбассира Вагамова, который в борьбу так и не сумел навязать Русланова. Проблемы с носом. Да, хорошее, уверенное преимущество. И вот как раз взвинтил темп в какой-то момент Руслан Меджидов. И уверенно досрочно выиграл. И вот такое колесо от победителя. Ну, а мы с вами пока посмотрим повторы того, как это случилось. Правое колено в голову. Да, именно этот удар стал ключевым. Да, с нашей позиции не было видно, дошло ли это колено. Но, как выяснилось, попал он прям очень жестко. Ну что ж, последний на сегодня поединок в тяжелой весовой категории. Последний из двух, которые вообще были в программе. И впереди у нас еще два боя. Девушка. Брена Кардозо против Марии Артюхиной. И затем титульное противостояние. Саид Хатеев. Одноклубник Руслана Меджидова против Ильи Варварского. На второй минуте, сороковой секунде второго раунда победу техническим нокаутом одержал Руслан Эйчидан! Несколько слов. Несколько слов, ребят, не расходитесь. Давайте поаплодируем бойцам. Абдул Басир дебютировал у нас в лиге. Абдул Басир, что неожиданно было для тех, кто знает твои бои, было неожиданно, насколько твоя манера боя. Все мы знаем, что ты прекрасно борешься. Почему ты не делал то, что ты делаешь обычно, что приносит тебе успех? Я захотел в стойке поработать. И в первом раунде уже после первого раунда попал в нос. Нос не дышал для боли, мне кажется. По-моему, да, по виду. Трудная ситуация по виду. Да. Нос не дышал, поэтому... Ну, мы сможем увидеть тебя в лучшей форме? Конечно. Своими фирменными всеми делами? Конечно. Когда в следующий турнир? Понял. Сейчас поговорим тогда, чуть позже. Спасибо большое, Абдул Басир. Руслан. Ты на этот бой вышел. Ты у нас стал чемпионом в категории до 105 килограммов. Нашей специальной категории, которая есть только у нас. Heavy middleweight. Но здесь ты вышел совершенно неожиданно на 120 килограммов. Я когда тебя увидел на весах, я вот сейчас озвучу слух, и ты поинтересовался моим мнением, я сказал, я не знаю, как ты будешь выглядеть с 120 килограммов, но оказалось, что ты выглядишь гораздо лучше. Скажи, пожалуйста, это план был конкретно на этот бой, потому что ты предполагал, что будут переводы и за счет веса хотел снивелировать вот эти моменты, моменты борьбы Абдул Басира, которые, ну понятно, что высокого уровня. Ты из-за этого или теперь всегда будешь выступать в этом весе? Всем добрый вечер. Москва, Троицк, всем привет. Всем саламу алейкум. Нормально. С капой больше этот. Всех с международным женским днем поздравляю. Всех не надо. Да, в общем, да. И, конечно же, сегодня все вокруг женщин. Сегодня, завтра там женщины, женщины. Вас всех, женщин, вообще, нашей страны большой поздравляю. С 8 марта, с наступающим. И, конечно же, не могу обойти, ну, еще хотелось бы сказать, за самых нежных, милых, хрупких, ранимых существ, людей, с прошедшим 23 февраля, дорогие мужчины, вас всех, пользуясь случаем. Я отвечаю на вопрос Федору. По поводу 120 килограмм. Почему я на весах оказал 120 килограмм? Потому что, во-первых, я был в джинсах, в футболке. А, во-вторых, это все утяжеляет воздух, который вокруг меня, которые говорят, вот, Меджидов там такой, Меджидов не дышит, Меджидов то. А Меджидов все, просто это воздух, он утяжеляет меня. А так, по поводу Адулбасира. Спасибо большое за бой. Дай Аллаху там продвижение в этой лиге. Всего, чтобы он хотел, добился. И Федору огромное выражаю благодарность всей лиге за то, что дает мне драться. Еще один вопрос, скажи, пожалуйста. Где джинсы такие купить, которые так сильно утяжеляют? Это специальные джинсы, они продаются только в Нижнем Новгороде, в Привокском районе, с воздушными карманами. Спасибо большое. Это Руслан Меджидов, наш победитель сегодня. Руслан Меджидов. Руслан Меджидов. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Показать, чему у вас учат в Бразилии, а ты узнаешь, что такое настоящие русские женщины в бою. В синий угол октагона приглашается из Бразилии Брана Кардоса! Бразилии Брана Кардоса появляется в бойцовском поместье 29-летняя девушка из Рио-де-Жанейро, представляющая за ЛНСП. И в 2019 году она приняла участие в Чемпионате мира, который проходил в Вахрине. Там Брэн одержала две победы решения. Параллельно с выступлением по ММА, Кордозо дерется и по муай-тай. Например, в прошлом году на Чемпионате мира она взяла бронзу. В профи перебралась в 2020-м, выдала серию из пяти побед. А затем была уже серия со знаком минус. И Брэнна проиграла трижды к ряду. Правда, все поражения решениями в два раза вовсе раздельно. Сейчас эта девушка на ходу, так как тень удачи она закрыла долю по Беатрису Франко техническим нокаутом и Каролину Хименес. Решение всего семь побед, три поражения, четыре победы нокаутом. Очень выносливая спортсмена, хорошо работает на смещении, без нокаутирующего удара. Кроме того, он тоже будет отметить, но при этом работает на хороший объем. Всегда много выбрасывает. Итак, ждем Марию. В красный угол клетки. Приглашается ее соперница из России, Мария Артюхина! Редактор субтитров А.Семкин Итак, Мария Артюхина на наших экранах. 30-летняя спортсменка из Ростова-на-Дону представляет местный клуб Пересвет. Маша призер Кубка мира по кикбоксингу, мастер спорта по грэплингу, как профессиональный боец ММА. Выступает с 2016 года. Дебютный бой выиграла у Аиды Джетинбаевой, потом дважды подряд уступила Юлия Борисовой и Лилия Шакировой. С 2018 года не проигрывает. Из последних шести поединков пять выиграла и один свела к ничейному результату. Последние пять боев провела на турнирах ММА Сирии. В первом же поединке здесь была ничья с Екатериной Макаровой. Ну а дальше победы над Аленой Пименовой, Булназика Аморовой, Бураймой Акбалаевой и Анной Руденко. Всего шесть побед, две неудачи, две побед нокаутом и столько же удушающими. Представляю вам за главный бой вечера. Боец в синем углу, ей 29 лет, рост 1 метр 69 сантиметров, вес 56,9 килограмма из Бразилии. Ее рекорд семь побед при трех поражениях, Брэна Кардозо! Ее соперница в красном углу, ей 30 лет, рост 1 метр 68 сантиметров, вес 57 килограммов ровно. Из Ростова-на-Дону, клуб Пересвет. Она призер Кубка мира по кикбоксингу, мастер спорта России по грепплингу. В ее актиме шесть побед при двух поражениях, любимица ММА серии Мария Артюхина! Начинается Коммейн-Ивент турнира ММА серия 63. Наилегчайшая весовая категория, до 57 килограммов. Брэна Кардозо против Марии Артюхиной. Поехали! Две правши в клетке. Начинает активно раздергивать Брэна Кардозо. А при этом антропометрически схожи девушке. Бразильянка так уверенно занимает центр клетки. Пока присматривается Артюхина. У нее должно быть преимущество в борьбе. Посмотрим, будет ли заходить в эту самую борьбу Мария. И если будет, то каким образом? Пока что без ударов первые 30 секунд. И первый, да, размашистый удар от Кардозо. Ну и здесь вот в начале поединка Марии необходимо показать просто силу своего удара. Хотя бы по защите пробить мощно. И, так сказать, заявить в своих правах. Ну, заставить как минимум уважать себя в стойке. И сейчас хороший правый боковой зашел. Показывает Мария, что там, судя по всему, да, там вода разлита в углу. И очень скользко. Да, в том месте, где как раз обрабатывали нос Абдулбассирова. Итак, работа в клинче. Ну что ж, вот из-за этой досадной оплошности несколько очков. Брэна Кардозо набрала. И сейчас у нее более выгодная позиция. Но, к счастью, все обошлось без травмы. Потому что там можно и поскользнуться, и подвернуть ногу. И вообще все могло закончиться гораздо хуже. Вы посмотрите, идет в борьбу Кардозо. Физически здорово выглядит бразильская спортсменка из Рио-де-Жанейро. Но в Бразилии вообще в целом очень высокий уровень смешанных единоборств. А уж женщины из этой страны блистательно выступают по всему миру на всех уровнях. И вот сегодняшние гости из океана также демонстрируют очень высокий уровень. Там и колени по корпусу несколько раз зашли. На коротке локти пыталась подключить Бруно Кардозо. Уже по корпусу здорово. И Мария отработала. Но пока отсюда вырваться она не может. Колено навстречу от Маши. Но Кардозо продолжает работать очень плотно. Необходимо разворачивать соперницу. И пока это не получается у Марии. Защита ей неплохо. Держит колено. Сама остается на одной ноге. Вновь обмен ударами коленями. Очередная попытка Артюхиной развернуть соперницу не увенчалась успехом. Нельзя сказать, что Бруно Кардозо делает что-то сверхъестественное. Или вообще работает по самому геймплану. Она скорее больше не дает ничего делать Марии. И при этом отрабатывает довольно прилично колени. Еще одно колено. Бросок не прошел. Хотя заход был неплохой. Да, передней подножкой пыталась бросить Мария. Не получилось. И вот такой, да, вязкий, незрелищный вариант предлагает Брэна Кардозо. Но он работает. Не позволяет она практически ничего сделать по-прежнему в Марии. И вот со второго раза... И есть ей бросок. Необходимо забегать сразу, забирать эту борьбу колено. И вот здесь шанс. Но разрывается дистанция. Накрытие взять на гильотину не получилось. Мария ждет. Приближается последняя минута. Да, после лоукика. Одиночным ударом справа отработал Артюхина. Совсем немного времени остается до окончания первого раунда. И пока что бразильянка этот отрезок выигрывает. И еще одно попадание у Кардозо. Кардозо спокойно делает свое. И здесь хорошая связка. Правый апперкот и тут же правый боковой. Никак не может подобраться. Как следует на нужную дистанцию Мария Артюхина. И дейкдаун. Дейкдаун в концовке. 20 секунд. Уже митч до окончания первого раунда. Как же злится сейчас тренер Мария Артюхиной. И его можно понять. Последние секунды. Ну что ж, с Эдемрауном кажется понятно. А по правилам Ли там было. Да, там удар не в голову. Удары идут в корпус. Ну что ж, перерыв. Кардозо хороша. Да, Марии необходимо срочно менять сценарий этого боя. В противном случае все может для нее крайне печально закончиться. Первый раунд пошел совершенно не по плану. И он остается за Брэной. Вероятно, да, мы не можем залезть в судейские записки и посмотреть. Но вероятность очень велика. Вот смотрим момент, когда поскользнулась Маша. Ну и потом уже очень долго девушки доработали у сетки. У нас еще тейкдаун в концовке от Кардозо. Так, впереди второй раунд. Второй раунд. Да, довольно интересно, потому что бразильцы из команды Горы ММА сейчас крикнули Марии вперед. Казалось бы, должны были поддерживать свою соотечественную эмоцию. Вновь Брэна работает первым номером. Показывают джебы. Двойка навстречу от Маши. Обмен лоукиками. Борьба за инициативу. Пространство отдает Артюхина. Но при этом намерена действовать агрессивно навстречу. Да, вот эта игра в бокс совсем не нужна Марии Артюхиной. Уже все понятно с точки зрения того, как хорошо видит позицию. И как держит в прицеле мишень Брэна Кардозо. Проблем у нее здесь не возникает. Смотрите, как двигается. Каждое перемещение улавливает. И не бросается вперед. Да, но Кардозо тоже не безошибочно действует. Удар размашистый. Она их практически не скрывает. И вот так, вытягивая на себя соперницу, может Мария Артюхина искать шансы на контратаках. Ну и опять же, в Челлаке разорвать дистанцию, работать по разным этажам плотно у Марии не получается. Проводить, опять же, точно атаки на смещении тоже не выходит. Вот здесь серия мимо, чуть-чуть же не хватило. Буквально там сантиметра. Да, и затем могла бы последовать контратака или проход в борьбу, но от Марии мы, к сожалению, этого не увидели. Подбирает, подбирает дистанцию. Надеемся, Мария. Дергает также ее Брэна. Двойка по воздуху от Марии. И комбинация от бразильской спортсменки. Но здесь были попадания и в ту, и в другую сторону. Лоу-кик одиночный. Вот, может быть, стоило бы поработать подобными ударами. Да и просто работать разнообразно, менять этажи. То справа, то слева. То лоу-кик. Опять же, даже лоу-кик разный. То в бедро, то в икру. И затем уже на голову бэкфист. И затем сразу хотела миддл пробивать бразильянками. Да, причем об этом ей говорил тренер в перерыве. Даже показывал, да, как надо вращаться. И, судя по всему, это была домашняя заготовка. Она зашла. Ну что ж, середина боя уже позади. Хорошо, зашел сейчас одиночный удар справа. Затем очень опасно атаковала Мария левым на выходе. Затем замедлилась немного кордоза. Правый апперкот совсем не получился. И где же лоу-кик? Да, не все слышит Мария Артюхина. И не хватает активности здесь в этом поединке. Сбавила обороты, причем серьезно, Брэна Кардоза. Которая, скорее всего, выиграла первую пятиминутку. Да, и Брэна делает все большую паузу. Вот сейчас удалось ей прихватить за ногу Марию, сбросить ее на настил и еще попасть справа. Необходимо выходить отсюда. Еще один эпизод в копилку Кардоза. Казалось бы, набирала понемногу, по чуть-чуть очки Мария Артюхина. И затем вот это падение. И два чистых удара. Вот Кардоза. Приближается последняя минута второго раунда. Ну, этот раунд, как минимум, более близкий. Да, еще ничего не ясно. Неплохой джеб. Бэкфист вновь. Но как-то совсем не рассчитала сейчас Брэна Кардозу. Потеряла Марию Артюхину из вида. Действительно, надо бы ударить Марию, желательно, несколько раз. Подустала и, возможно, уже даже тяжеловато дышит Артюхина. Второй темп начинает прощупываться у Брэна Кардоза. Дело в том, что Мария не предлагает вот такой рваный темп боя, который был бы невыгоден бразильянке. Да, и вот нужен, очень нужен тейкдаун Марии Артюхиной. Сейчас она прихватывает соперницу. Нужен бросок. Посмотрим, получится ли последние секунды второго раунда. Нет, здесь не выйдет. Развернула. Немного, но ногу там под зацеп не получается ставить. Ожесточенная концовка. И шикарный бросок. Браво! Какая подможка! И... Нет, нет, нет. Это просто перерыв. Да, но какой же бросок. Как Мария довернула. На мажорной ноте закончила второй раунд, но остается только один вопрос. Этот перевод, да. Бросок принесет победу? Ну, сложно сказать. Будем надеяться. Что бы ни случилось, третий раунд надо 100% выигрывать. Сейчас еще раз посмотрим. Шикарный перевод. Итак, третий заключительный раунд. Вот после этого броска может быть психологическое преимущество на стороне Марии Арселиханой. И необходимо его развивать сейчас. Поддерживает публика в бойцовском поместье. Марио. Одиночный по корпусу от Кордозо. Двойка по воздуху. Все видит Мария. И Кордозо работает исключительно как боксер, как тай-боксер, да. Очень собрано, ручки на месте, аккуратно идет вперед. И создается ощущение, постоянно работает первым номером. Да, она и работает первым номером, да. И сейчас мы видели два точных попадания от Кордозо. Она забирает эпизод за эпизодом и набирает такие нужные очки в заключительном раунде. В самом начале. Да, и на самом деле Маша чем раньше пойдет в борьбу, тем лучше. Здесь надо искать счастье на настиле. Еще все возможно. Можно и пытаться финишировать соперницу. Хорошо правый зашел. Клинч. Нужен бросок. Очень нужен. Здесь и сейчас. Причем. Клинч. Видите вы и статистику. И здесь по всем компонентам преимущество у Кордоза. Нужен перевод. В противном случае Брэна Кордоза просто будет делать свое и вот так вот замоторит. Да, очень такое нехорошее положение, которое мы наблюдали на протяжении двух, может быть, минут в первом раунде. Артюхиной надо выходить. Вот хорошо. Она умеет бросать из этих позиций. Она уже это показывала в данном поединке. Три минуты. Пока не получилось. Но от этого теоретически возможного перевода вообще зависит судьба раунда, а значит и судьба боя. Потому что возможно счет 1-1. Или 2-0 в пользу Кордоза. В таком случае надо, за что бы то ни стало, опять же переводить и там стараться поединок закончить. На выходе правое колено не зашло. На выходе правое колено не зашло. Серия ударов от Мари. Видно, что Маша очень устала. Руки опущены. Удары размашистые. Вот сейчас вновь из клинча. Пыталась бросить, но не получилось. Надо вкручивать бедро. Нет. И откровенно говоря, Брэнна Кордоза просто начинает сушить этот поединок. И имеет на это полное право. Опытная спортсменка. Все видит, все понимает. И вот здесь заход. В обратную сторону. Браво. Просто браво, Брэнна Кордоза. Очень грамотно разобралась в этой ситуации. Да, предпоследняя минута поединка. И Брэнна Кордоза мы видим, что помимо тейкдауна, который она записывает на свой счет, продолжает контролировать Марию Артюхину на настиле. Да, и возможно, это ключевое действие и в этом раунде, и в бою. Здесь необходимо просто подрабатывать корпусом Брэнне, контролировать положение корпуса соперницы. И вот здесь так аккуратно давить на шею, предплечьем. Там особо и бить-то не собирается Кордозу. Да, нет нацеленности на досрочный финиш. Во что бы то ни стало, у Кордоза она понимает, что сделано уже достаточно для победы в раунде. И первый раунд, вероятно, тоже остался за бразильянкой. И в этой ситуации, в этом контексте уже не так важно, кому отдадут раунд под номером 2. Последняя минута. Из Хавгарда закрытого атакует Брэнна Кордоза. Ничего себе. Двигается в сторону удушающего приема. Но опять же, это скорее просто работа на контроль. И удары по корпусу здесь же присутствуют. Да. Полный маунт, ничего себе. Полный маунт. И теперь уже речь идет вообще о выживании для Марии Артюхиной. О том, чтобы дотерпеть до сигнала в окончании поединка. Потому что вот так шаг за шагом Брэнна Кордоза на последних секундах была близка к тому, чтобы предпринять какие-то вообще уже крайне решительные действия. Атак на характере. Все-таки встала на ноги Мария Артюхина. Но на результат это уже, конечно же, не повлияет. Ну что ж, отличное пополнение для величайшего женского веса в моей серии. Вообще, бразильские девчонки сегодня показали себя с наилучшей стороны. Ну а Марии Артюхиной желаем восстановиться как можно скорее и вновь вернуться на победную тропу в ближайшее время. Да, Береги три дня получилось. Кордоза навязать свою игру в стойке тоже. И все у нас обошлось практически без борьбы. А как до нее дошло. В третьем раунде все было не на стороне Марии. Но там уже и усталость, конечно, сыграла свою роль. Да, были, причем тейкдауны у Марии на протяжении поединка, но не было контроля. Я, как всегда, попрошу вас наградить аплодисментами девушек вновь три полных раунда, вновь бескомпромиссная борьба. Единогласным решением судей победу одержала Брэда Кардоза! Абсолютно заслуженная победа Брэда Кардоза! Наши поздравления! Не расходитесь! Отличный бой! Давайте поаплодируем девчонкам, поздравим их с праздником! Они завершали женскую программу нашего сегодняшнего турнира. Несколько вопросов. У меня есть к БМСД. Мария, вначале просто скажи, что не получилось. Мы не совсем тебя узнали. В бою я имею в виду не узнали. Так-то я узнаю тебя, но в бою что-то не узнал. Всем привет, спасибо за поддержку. Что было не так? Ну, девочка крепкая, отреждаю хорошего, классный бой дала. Наверное, самая физовая, что у меня были в карьере. Самая стильная, самая характерная. Молодец! Ты могла бы выиграть? Всегда, конечно, да. Всегда можно выиграть. Хорошо, Мария. Но тем не менее, как бы там жизнь не складывалась, в течение всего года, всего 2022 года у нас было голосование, и как бы там ни было, второй год подряд Мария Артюхина становится лучшим бойцом женского дивизиона ММА-серии. Давайте ей поаплодируем. Немножко праздник и поздравления грустноватые получились, но так бывает, это спорт. Не останавливайся, мы всегда рады тебя видеть. Это тебе, Мария. Спасибо большое. Спасибо всем, кто голосовал, кто смотрел, следит за мной. Болеет Ростов, Валя, папа, Вова и все остальные. Всем привет. Вернешься, победишь? А у меня вариантов нет. Спасибо, Мария Артюхина! Брена. Брена, как ты? Хорошо. Сейчас я хорошо. Это было очень тяжело. Вернешься, что это было очень тяжело. Но ты показываешь, что твои силы лучше. Ты думаешь, что борьба идет как мы видели? Спасибо. Мария, ты очень сильный. Да, я извиняюсь, подождите. Я поинтересовался, прошел ли поединок так, как я предполагал. Она говорит, что Мария очень сильная, очень сильная. Ладно, тут Сурда, а не Сурда, переводчик практически есть рядом, но он понимает ее с полус-гол. Она говорит, что Мария очень сильная, очень сильная, очень сильная. Она должна быть возможность победить здесь. Я люблю, чтобы вернуть здесь в другую борьбу. Отлично. Ну да, Мария хорошая. Ну да, мы знаем это, кстати. Мария хорошая. Ой, господи, Мария. Мария хороший оппонент. И она, Брена, надеется вернуться и показать еще здесь бой. Брена, с удовольствием тебя увидели. Очень крутой бой. Тонкий, умный, грамотный. И ты сделай все, что нужно для победы над конкретным соперником. Вырид. Вырид Афайда. Матфайд. Мы еще и чем-то. А, бригада. Давайте поаплодируем Брене Кордоса. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это прямой эфир на телеканале mmajfestiv.com и в онлайн-кинотеатре ОКО. На очереди главный бой вечера. И, как всегда, бойцы сначала возьмут в руки джойстики Илья Варварский, Саид Хатиев. Итак, приближаемся к главному событию сегодняшнего вечера. И сперва последний виртуальный бой вашему вниманию. Илья Варварский будет выступать за Скорпиона, Саид Хатиев, соответственно, за Лю Канга. Такое классическое противостояние. Да, два народных любимца. Одни из самых популярных персонажей на протяжении всей истории вселенной Mortal Kombat. Но, кстати, если просто брать воспоминания из детства, то Скорпионом было управлять гораздо проще. Потому что у Лю Канга в основном все его специальные удары, все комбо были основаны на вращении различных джойстиками. И комбинации были довольно сложны в исполнении. В то время, как со Скорпионом все это делалось крайне просто. И поэтому, в общем, его брали чаще. Да, здесь смотрим, идет вперед как раз Лю Канг. Ну а Скорпион, помимо использования всем известной змеи в цепочке, использовал также еще и различные телепорты, проваливания под землю, появление то слева, то справа, как это происходит и сейчас. Но у Скорпиона уже мало жизни. Лю Канг свою работу сделал неплохо. Хотя, чисто визуально, на самом деле, круто смотрелся Скорпион. Смотрите, еще один удар и все. Лю Канг побеждает в этом раунде. Да, получается, что у нас Скорпион очень много перемещался, много бил, но удары Лю Канга были точнее. Так, раун под номером два. И вновь у нас активное начало от Скорпиона. Не забывает держать блок, Лю Канг на самом деле. А вот у Скорпиона с этим проблемой, поэтому удары проходят чисто. И посмотрите, как стремительно снижалась сейчас линия жизни Скорпиона. Ну, так можно запутывать довольно долго, а в итоге можно вот так попасться и пропустить в челюсть чистый удар ногой. Спешл готов, но ответная реакция и ответные действия от Лю Канга приводят к тому, что он выигрывает в этом противостоянии жестко, жестко, ничего не скажешь. В бою будет, наверное, еще клеще. Уважаемые дамы и господа, на очереди главное событие сегодняшнего вечера. Для одного защита пояса, для другого возможность его забрать. Весовая категория до 66 килограммов. Внимание на экран! После боя, когда остыл, стало пообиднее, потому что я думаю, что я забрал бы бой. Как бы я в этом уверен. Дальше я готовился к реваншу. Подготовился очень хорошо. Был прям заряжен на победу. Забрать свой пояс. Но, к сожалению, я сильно заболел. И пришлось сняться. Это было обиднее даже, чем первый бой. Я знал, что Саид победит, но не знал, что так. К этому бою я тоже очень хорошо готов. Не могу сказать, какой соперник удобнее и удобнее. Они оба очень высококлассные бойцы. Саид посерьезнее. Мы с ним в хороших отношениях, мы общаемся. Он хороший парень. Саид, в клетке, в ринге друзей нет. Ты сам это знаешь. Поэтому давай это докажем опять всем зрителям и выясним, чей это пояс на самом деле. Я давно просил бой за пояс. И мне подвернулся такой шанс, и я решил им воспользоваться. Я хотел бы, конечно, другого исхода боя. Более, может, конкурентного боя. И вообще закончить досрочно. Я планировал так и так. Я очень рад был в этой победе. Я очень рад был, что мог завоевать этот пояс. Илю, я знаю хорошо, уважаю его как человека, как бойца. Мне без разницы, как бой будет проходить. Я готов как в стойке работать, так и в партере. Я готов ко всем аспектам. И моя задача просто выйти и показать это. И доказать еще раз, что я лучший в этом дивизионе. Илья, я надеюсь, что ты готов в своей лучшей форме к этому бою. Потому что пояс этот мой, и я сделаю все для того, чтобы он остался у меня. В синий угол клетки приглашается боец из Калуги Илья Варвар. Варварский! Итак, совсем скоро начнется главное событие турнира ММА серии 63. Это поединок за титул регулярного чемпиона ММА серии во полу-легкой весовой категории. Илья Варварский против Саида Хатеева. Илья сейчас проделает свой путь к клетке. 28 лет этому спортсмену из Калуги по прозвищу Барвар. В 6 лет он выступает как профессиональный боец ММА. В ее насыщенной карьере 10 досрочных финишек. Он мастер спорта по универсальному бою. В декабре 20-го Илья провел бой против Александра Грозина из Екатеринбурга. И уступил решением. До этого было два ничейных результата подряд. И обе встречи прошли под экидой ММА серии. С точки зрения стиля Варварский больше фиготеет к работе в стойке. И 8 побед нокаутом это наглядно иллюстрирует. Есть еще две победы приемами. Так что если Илья и выигрывает, то делает это как правило досрочно. А вот все поражения были исключительно решениями. В том числе и поединке с Дурахманом Гатиновасовым. Причем решение было раздельным. В любом случае, эту неудачу Илья закрыл уверенной победой над Нуржигитом Караевым в мае 2021. Потом была еще одна ничья против Шахмара Садыгова. Но в целом в 2021 год он завершил на мажорной ноте. В 2022 он одолел Амар Али Садушурова и Симука Сунмамбетова. Вышел на первый в истории ММА серии титулный бой за регулярный пояс против Андерлея Джуньера. И вот здесь началось самое интересное. Поединок был очень конкурентным, но в одном из эпизодов Илья пробил коленом. После там десятка, наверное, повторов, только стало понятно, что было нарушение правил. Вандерлей не смог продолжить. И Илья проиграл дисквалификации. Реванш не получилось. А вот как раз Вандерлей, уже будучи чемпионом, в следующем, в первой же защите проиграл Саиду. И теперь логично, что Саид встречается с Ильей Бармальским. Итак, Саид Котиев. Ждем появления вот тех же селеньего спортсмена из Нижнего Новгорода, представляющего в центре единобор «Профи». Вот тот на ваших экранах с юношеского возраста увлекался спортом, занимался разными спортивными дисциплинами, такими как боевой самбо, тайский бокс и бокс классический. И к 18 годам уже полностью перешел на смешанное боевое искусство и начал строить свою любительскую и профессиональную карьеру в этом направлении. В итоге звание мастер спорта по ММА – это многократный победитель всероссийских мастерских турниров по ММА. Бронзовый призер Чемпионата России по панкортиону тренируется у Сергея Яковлева по профи. В ММА провел 14 поединков, начал в 2016 году, но выступал нечасто. Сперва два боя выиграл, потом столько же проиграл. И смайд в 2019 году Хаттиев провел 9 боев, уступив лишь в одном. Сейчас идет на серии с 5 побед, последний из которых случился в турнире ММА-серии 60 в рамках. До вечера Хаттиев подарил как раз Андерлей Силу, так как тот получил травмы, стал чемпионом ММА в серии. всего 11 побед и 3 поражения. Пятираундовый бой на кону с золотой пояс ММА-серии. В синем углу октагона. Илья Варвар. Ему 28 лет. Рост 1 метр, 74 сантиметра, вес 66 килограммов ровно. Из Калуги представляет Рубоксинг и Клуб Спарта. Он мастер спорта по универсальному бою. В его активе 14 побед при 5 поражениях и 4 ничьих. Давайте громко поприветствуем Илья Варвар. Варварский. Его соперник боец в красном углу. Ему 26 лет. Рост 1 метр, 72 сантиметра, вес 65,8 килограмма. Из Нижнего Новгорода представляет Центр единоборств ММА-профи. Он мастер спорта по ММА. Его рекорд – 11 побед при 3 поражениях. Саид Спартанец Хатте. Рефери в октагоне Никита Меркулов. Начинается главное событие турнира ММА серии 63, полулегкая весовая категория, титульный поединок в данном дивизионе Саид Хатиев против Ильи Варварского. Саид обладает поясом в данном весе, ну а Илья также планировал этот трофей заполучить, но не получилось у него в бою с Ван дер Леем. Да, получается для Ильи Варварского второй титульный заход. Ну просто ожидалось, что это будет реванш с Ван дер Леем, но в итоге не менее, возможно, и более грозный противник в виде Саида Хатиева. Аккуратное начало. У нас два правши в клетке. Много финтов, мало ударов, лоу-кик мимо цели и, ох, сейчас очень жестко заходил на боковой левый со смещением Саид. Поехала нога. Еще один лоу-кик. Прекрасной скоростью демонстрируют бойцы. Левый джефф, правый через руку, опять ищет. Атаку на смещении и здорово здесь по печени пробивает Илья. Врывался на ближнюю дистанцию Саид Хатиев. Правый мимо цели прошел. Да, какой стартовый взрыв. И у того и другого плотнейший миддл-кик. Звонко получилось. Ну, уходил с линии атаки Саид Хатиев. Поэтому удар не пришелся в область печени, скорее в живот. Пока что перестрелка на дальней дистанции. С точки зрения роста и размаха небольшое преимущество, видимо, есть на стороне Ильи. Хай-кик здорово. И тут же пошел в борьбу. Да, вот атака в темп. После комбинации сократил дистанцию до минимума Саид Хатиев. И вот сейчас он в своей стихии. Сделает все. Боец из Нижнего Новгорода, чтобы перевести блистательный перевод. И посмотрите, как сразу же Саид блокирует ноги Ильи. Да, в полуоборота защищается, но продолжает оказывать давление Саид Хатиев. Поднимается Илья Варварский. И тут же еще один перевод следует. Пытается зайти в полный маунт. Вот такой обход защиты. Да, Илья обороняется, подставляя ноги. И сейчас блокирует левую конечность соперника. Вынужден довольствоваться именно диагональным контролем Саид Хатиев. Хотя, конечно, рассчитывал на большее. Да, возможно, еще и прорвется вперед. Но здесь разворачивается событие прямо у сетки. Еще одна попытка войти. Да, полный маунт. Сгущаются тучи над Ильей Варварским. Он опять защищается. И полетели удары в голову. Поднимается, рискует. Да, много урона. Но, опять же, это говорит о том, что не просто номер отбывать, естественно, собирается Илья Варварский. Да, он сделал все, чтобы встать. И Саид Хатиев имел возможность попытаться закрепиться в бэкмаунте, заправить ноги. Но не стал это делать. Решил нанести максимальный урон сопернику в моменте. Скрутиться не получилось. И у нас продолжается борьба. Еще один удар. Очень напористо действует Саид Хатиев. Ждет здесь. Ногу не заправляет, опять же. И здесь Саид очень аккуратно работает корпусом. Силы не тратит. Особо не нагружает. Сейчас протиснулся между ограждением и соперником Саид Хатиев. И только пытается освободиться Илья, как сразу же переходит к следующей фазе борьбы. Саид Хатиев прихватил его Варварский на гильотину, но плотного захвата, судя по всему, там нет. Да и не хватает контроля. Сейчас правую ногу, наверное, постарается вывести и зайти еще раз в позицию полного маунта Хатиев. Здесь таз необходимо подрабатывать под себя. Можно работать. Хорошая позиция для Саида для продолжения атаки. Но, опять же, контроля не хватало. И Саид вот сейчас заходит в бэк-маунт на последней минуте первого раунда. Но ноги по-прежнему не заправляет. Калиному в голову работать, естественно, нельзя. Здесь позиция партера у Ильи. И здесь удушающий может пойти. Нет, не получается. Несколько раз заходил под этот сабмешан Саид Хатиев в первом раунде. Ну что ж, этот раунд прям не очень хорошо сложился для Ильи Варварского. Ну это да, если очень мягко говоря, уверенная работа Саида Хатиева первым номером. Но очень энергоемкую, энергозатратную манеру выбрал Хатиев. И, возможно, это скажется в более поздних раундах. Итак, бойцы уходят на перерыв. 1-0 по раунду в пользу Саида Хатиева. 1-0 по раунду в пользу Саид Хатиев. 1-0 по раунду в пользу Саид Хатиев. Это настил, чтобы никакие случайности не повлияли на ход поединка. И начинается второй раунд. Напомним, что, конечно, формат пятираундовый, чемпионский. Атака на скачке. Вот Хатиева, здесь же лоу-кик. И на хайкик отважился уже практически Илья Варварский. Но понял, что удар не пройдет в последнюю секунду. Как выиграл пространство Саид Хатиев на первых секундах? Практически без ударов. Да, поджимает на средней дистанции мощная двойка от Саида. Подсказывает секундант Ильи, что необходимо чаще работать ногами. Фронт-кик. Поменял стойку. Хатиев. Одиночный по корпусу. При смене стойки в очередной раз обиднее стал Саид. Хорошо попал сейчас Саид Хатиев. И не пришлось бросать. Отправил он этим ударом, наносил Илью Варварского. И последовал, конечно же, за ним. И здесь очень много времени остается в раунде. Солидное преимущество Саида Хатиева. Было в первые пяти минутки. И сейчас оно увеличивается. Обкик от Ильи Варварского. Врывается буквально в гард от Ильи Саид Хатиев. Ну и, в общем-то, стилистически продолжается тот же кошмар, которого мы видели для Ильи Варварского в первом раунде. Саид очень мощно работает в борьбе. И никаких признаков усталости или снижения темпа не наблюдается. Да, но при этом попросту Саид Хатиев в удары не выбрасывает. Он именно нацелен на досрочную победу. Здесь пытался посечь лицо, узел плеча. Кровотечение, судя по всему, износа у Ильи. Что также затруднит, безусловно, дыхание. Еще один удар солнечного сплетения. Очень своевременно опять рискует Илья. И готов он пропустить еще несколько ударов. Но все-таки встать на ноги. Стаскивать вперед. Здесь тейк-даун могут засчитать. Да, Варварский остается верен себе. Он не задерживается в опасных позициях партера. Каждый раз встает. Но при этом мы видим, что раз за разом, опять же, Саид Хатиев его переводит. Да, может зайти сейчас полный маунт. Так и происходит. Ну что ж, вот отсюда уже можно атаковать. Будет ли переход на сабмишен. Как легко встает Илья здесь. Да, он отдает спину перед тем, как встать. Но раз за разом мы уже наблюдали подобные позиции в первом раунде. Не заправляет ноги. Оставляет себе пространство для маневра Саид Хатиев. И, в общем, он не является таким фанатом прям контроля плотного. Но, тем не менее, в первом раунде как минимум два раза на удушающий сзади заходил. Саид Хатиев не получилось. Очень цепко борется. Саид, здесь локти полетели. И еще один вот такой перевод. Мощный, амплитудный. Полтора минуты. В такой форме такой Саид Хатиев. Просто в шикарной форме. Темп высочайший. Сила расходует по-прежнему, не жалея Саиды. И выйдет ли на удушающий. Пока ждет. Увеличивает давление корпусом. Прибрал руку. Посмотрел в сторону Кимуры, возможно. И не стал ее проводить. Нет, решил вернуться в гард и побить отсюда. Последняя минута. Корпус голова. Ну и опять же, вопрос о победителе здесь не стоит. Но впереди еще 15. Ну это максимум, да? Потому что вот так плотно продолжает работать локтями. Теперь уже Саид Хатиев. Правый, боковой. И вновь. По ребрам и на голову. Акцент переводит. Очень уверенно. Вот так с высоты собственного роста отработал из фронтальной стойки на Саид Хатиев. Несколько точных, очень болезненных попаданий. Последние мгновения второго раунда. Да, ну вот отмечал Илья то, что знают бойцы друг друга и друзья, и не только в жизни. Я вообще вот так не припомню, что будет с таким остервенением прям атаковали Варварского в последние годы. Впечатляющее выступление Саида Хатиева. Это 2-0 по раунду в его пользу. И пока трудно предположить, что может изменить в этом бою Илья. Возможно, есть ставка на то, что необходимо переждать. Необходимо высосать максимальное количество силы Саида Хатиева. Но пока этого не происходит. 10 минут на высочайшем уровне. Давайте посмотрим повторы. Ну, 2-0 по раундам. И в том случае, если поединок дойдет до решения, то третий раунд может стать ключевым. Да? Сейчас, в общем, Илье Варваровскому отступать некуда. Если он отдает третий раунд, то потом таким образом оставляет возможность Саиду Хатиева просто сушить бой в четвертом и в пятом. Ну, я не говорю, что так будет, да, но такая опция будет тоже присутствовать. Тяжело дышит Илья. Итак, третий раунд. Поехали. По-прежнему, левую ногу сильно впереди держит Илья. Осторожное начало этого отрезка. Есть. Через руку попадает Саид Хатиев. Тем не менее, Илья не потрясен. И свой мидл-кик тоже постарался донести до цели. Саид сразу же показал, что удар пришелся в блок. Огромное количество обманных ударов по воздуху. Правый прямой. И не первый раз уже едет нога. Да, именно вот в этом месте здесь, рядом с нашей комментаторской позицией. Лоу-кик от Ильи. Пока что все очень аккуратно в третьем раунде. Пока в этом бою еще удара с вращением не было. Хорошая комбинация от Хатиева. Следит он за Ильей. Сейчас, скорее всего, борьба начнется. Да, заходит в нее. Забирает сразу же спину. Ну и что, ждем бросок прогибом. Ждет. Хороший плотный захват. И посадка в итоге от Саида Хатиева. Сразу же была возможность заправить ногу. Делать этого он не стал. И Илья близок к тому, чтобы вновь... Да, поднимается он на ноги. И вот такая посадка в другую сторону. Очень легко переводит Саид оппонента. Корпус под себя. Там небольшой диалог между спортсменами. И Саид сказал Илье, что он очень уважает. Но чемпионом является именно он. На данный момент это на 100% соответствует истине. Илья выступает в качестве претендента. И еще один тейкдаун. Вообще преимущество, конечно, Саида становится более чем впечатляющим. И вполне вероятно, судьи могут раздумывать и оценки не только 10-9. Кто знает. Но что может предложить Илья по такому поединку? Потому что пока напор у Саида не снижается. Третий раунд перевалил через экватор. Ну и мы видим, красноречиво нам свидетельствует в том числе и статистика о происходящем в клетке. 26 на 94. Это уже 95. Именно такое преимущество практически четырехкратное по точным ударам на стороне Саида Хатеева. Локти на коротке. Здесь боковой контроль уже. Можно работать и по корпусу. Колено в том числе и упирается. Саид в сетку. Ну вот здесь вот каждый раз создает отличные предпосылки, Хатеев для продолжения атаки и потом не доводит. То есть вот сейчас возможен переход в полный маунт. Угловые Саида предлагают ему выйти на распятие. Чуть больше минуты до конца раунда. И отключил. Да, берет распятие. Неплохо. Хорошее положение. Начинает бастить Илья. Он понимает, что здесь застревать ни в коем случае нельзя. И да, ситуация близка уже к катастрофе. Если увеличит темп и количество ударов левой рукой будет больше. Все-таки Илья, да, удалось выкрутиться. И вновь соперник за спиной. Да, очень выносливый и стойкий боец Илья Варварский. Но пока что 15 минут. У меня ощущение вообще, что все 15 минут. Каждую из них забирает Саид Хатеев. На данный момент по итогам трех раундов это доминирующее выступление чемпиона. Но впереди еще 10 минут. Максим. Да, тех самых чемпионских раундов. Ну что ж, по этому раунду уже все нет. Еще один перевод мы с вами увидим. Да, и сразу же в маунт выходит Саид Хатеев. Но здесь уже времени на какие-то критические действия не будет. Перерыв. Все, иди вперед и рубись. Нечего, держаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вновь протирается на стил и начинается четвертый раунд титульного противостояния Саида Хатеева и Ильи Варварского. 3-0 по раунду в пользу чемпиона. И очень деловито начинает Саид и этот раунд. Лоу-кик. Еще один. Потому что если есть какой-то секретный план Б у Ильи Варварского, то его пора притворять жизнь прямо сейчас. Выцеливает из правосторонней стойки Илья соперника. Да, поработал немного в левше и вернулся в свою стойку. Поджимает понемногу Илья. И вот здесь начинаются настоящие кошки-мышки в стойке. Аккуратнее Саид больше, чем в первом и втором раунде. Да и в третьем тоже. Ну, вот то, о чем мы говорили в предыдущих раундах, Саид уверенно забрал первые три. И я не удивлюсь, если где-то он там получил даже 10-8. И по этой простой причине теперь может уже спокойно работать, сушить бой. Но он не собирается это делать. Левый боковой мощнейший. Пропускает Илья в последнем эпизоде. Ну и один удар по корпусу, опять же, в область печени. Варварский донес. А вот сейчас на фоне усталости это может сыграть очень важную роль. Хорошая атака, многоударная, но мимо. И заход в борьбу. Что в целом тоже логично для Саида. В этом компоненте он имеет серьезные преимущества. И если в стойке Илья остается опасным по-прежнему и может попасть, может потрясти Саида Хатеева. То если дело дойдет до борьбы на настиле, там все будет для Саида совершенно безопасно. Он будет иметь по-прежнему очень хорошее преимущество. Зацеп не получился, зато вышло свалить вперед. Но опять же, полноценная фиксация в бэк-маунте здесь не осуществляется от Саида. Да, есть контроль у сетки. Близок был к тому, чтобы вырваться. Илья Варварский, колено по корпусу. Хорошо. От бойца из Калуги. Пытается подсесть ниже и... Да, поймал, уловил центр тярости Варварского. И все-таки провел еще один тейкдаун Саид. Поумерил пыл, безусловно, Саид в этом раунде. Да, теперь в целом можно делать ровно столько, сколько необходимо, чтобы рефери не поднимал. Но мы видим, что в очередной раз удается встать Илье Варварскому. Сколько уже подобных позиций было? Десять, может быть, больше по ходу поединка, когда не хватало контроля Саиду. Огрызнулся здесь уже Илья. Разрыв дистанции. Больше полутора минут до окончания четвертого раунда. И... Вот только представьте себе, что в этом бою все перевернется. На фоне усталости всякое бывает. Контроль у сетки от Хатиева. До этого был неплохой эпизод в пользу Ильи Варварского. Пытается развернуть соперника. И вновь посадка. Так очень грамотно отрабатывает корпусом. Раз за разом Саид Хатиев бросает зацепом. Начинается... Да, но мы знаем, что Хатиев в этих позициях не задерживается. Он ими не дорожит. Возможно, по той причине, что понимает, даже если Варварский встанет, то не составит особого труда вновь перевести его на настил. И вот в этом как раз и заключается определенная, наверное, даже обреченность для Ильи. Хотя он... ведет по-прежнему активную защиту. Да, вновь Илья встал и через секунду оказался на настиле. Встает в очередной раз, разворачивается колено по корпусу и вгрызается опять в Илью Варварского Саид Хатиев. Вот как раз яркая иллюстрация такого термина, как пробарывает, который мы периодически вспоминаем. В этом поединке просто пробарывает Илью Саид Хатиев. А это шанс для Ильи в концовке раунда все-таки донести несколько ударов до цели. Илья. Хатиев активно перемещается, не теряет Саид концентрацию. Левый по корпусу. И все-таки уходят бойцы на последний перерыв в этом бою. Да, вообще все, что делает Илья в этом бою, можно назвать одной фразой. В поисках печени. Может быть и найдет. Пятый. 4-0 по раунду в пользу Саида Хатиева. Не поворачивается язык сказать, что 4-й раунд был наиболее близким. Он скорее... Саида Хатиева было меньше преимущества, чем в первых трех. Но близким этот раунд тоже не был. И еще 5 минут. Всего 5 минут. 5 минут, на протяжении которых у Ильи будут шансы. Шансы... Такое бывает нечасто, да. Но если боец верит в себя, если он сражается до конца, то победа возможна. И вот, кстати, скоро будет реванш Усмана с Эдвардсом. Можно вспомнить яркий пример, яркое подтверждение. Потому что такое случается. Итак, 5-й раунд. Варварский против Хатиева. Поехали. Бодрое начало от Саида. И аплодируют здесь зрители, поддерживая обоих спортсменов. Левый хайкик по защите. Илья. Пока следит, выцеливает. И вертушка здесь мимо. Пока без чистых попаданий. Комбинация здесь по защите. Все увидел. Варварский. Смена стойки. Заходил на удар ногой Хатиев. Решил не атаковать. Варварский поджимает. Встает в левшу Илья. Но не бьет. Минута позади, пока ходят. Здесь атаковать нужно именно Илье Варварского. В целом Саида Хатиева полностью устроит, если поединок закончится прямо сейчас. Ну, есть вот определенная недосказность и какой-то драматургии здесь не хватает. Показывает Саид, что все в порядке. Правый прямой, потом по печени достал Илья Варварский. Что ж, хороший эпизод в его исполнении. Возможно, будет ИСКА сейчас тайгдал на встречу. Хорошо снизу, справа. Прямо как Конор Макгрегор отработал Саид Хатиев. Ищет хайкик. Ну, вот сейчас есть ощущение, что Илья наконец почувствовал этот темп, который и ритм, который был бы для него предпочтительней. Комбинации руками и хайкики за тем подступающему сопернику. Но немного заигрался и тейкдаун на встречу как следствие. Прекрасный тейкдаун. Переводит, ну и да, здесь немного сбавил темп просто. Саид в этом раунде, как будто просто на другую скорость перешел. Но и этого достаточно. Сейчас борьба. Пол раунда впереди. Вот действительно доминирующее выступление. И вот защита, наверное, титула такой, какая она и должна быть в практически идеальном мире. Да, Саид, когда в Андерлее получил травму, там бой в целом не получилось. Да, и мне кажется, тот поединок тоже мог бы стать украшением турнира. Но Саид сказал, да, возможно, это было не самое впечатляющее выступление, но я здесь надолго. И вот данный бой, в этом яркое подтверждение. Ну и мы с Андерлеем, скорее всего, мы еще увидим. Да, будем надеяться, что эта травма уже залечена. Ну и логично было бы действительно, что в следующий поединок Саид провел бы именно с Андерлеем. Но подождите, еще не законченный этот бой, еще не провел свою первую защиту титула Саид Хатиев. Ворвался в гард с ударом локтем. Плотная борьба. Спокойная работа. Поэтому, обратите внимание, Саид практически не останавливается ни на секунду. Да, в отличной форме прибывает чемпион. Он отпахал просто уже 24 минуты с небольшим и не намерен останавливаться. Продолжает работать до последних секунд, подтверждая, что на данный момент Саид Хатиев является лучшим полулегковесом ММА-серии. И еще одно движение вперед. С другой стороны, Илье можно смело отдавать приз за стойкость. Сколько он сегодня всего выдержал. Сколько раз он вышел из борьбы. И сейчас опять подобный эпизод. Что будет красивый суплекс в концовочке. Ну, с посадкой так тоже пойдет. Последние мгновения главного боя турнира ММА-серии 63. И последние удары от Саида Хатиева, под аккомпанемент которых и звучит сигнал об окончании противостояния. Вот теперь можем констатировать. 5-0 по раундам. И какая яркая, хорошая, мощная первая защита титула для Саида Хатиева. Поздравляем клуб ММА-профи из Нижнего Новгорода. Здесь и Руслан Меджидов, который поддерживал своего одноклубника, который сегодня тоже уверенно выступил. Статистика вашего внимания еще раз. Цифры впечатляют. Вообще по ударам 153 на 45 пользу Саида, естественно. В невероятной форме находится чемпион. И вот судя по тому, в каком он сейчас пребывает настроении и состоянии, есть ощущение, что он еще пару-тройку раундов мог отработать. Директор ММА-серии Федор Рыжов и член попечительского совета mma-defestv.com Сергей Павлович Казубенко. Итак, впереди официальная часть. Дайте на центр! Я вам прошу наградить аплодисментами этих воинов, достойные бойцы, достойные друг друга. Пять полных раундов продлился этот поединок. Победу единогласным решением судей одержал Саид Хатиев и защитил звание чемпиона ММА-серии. Сейчас мы вручим уже второй пояс. Хотя это тот же самый пояс. Сергей Павлович, сегодня у нас важное событие произошло. Саид защитил свой пояс, он остался у нашего чемпиона, первого весового чемпиона в весе. И Саид в своем интервью перед нашим событием рассказывал о том, как проходил его лагерь в Таиланде. А потом мы послушали нашего претендента Илью Варварского. Могу сказать, что уже по даже интервью я понял, что Саид явно был гораздо более концентрирован. У него было больше энергии. Он хотел защитить этот пояс. Может быть, он хотел сделать это ярче. Может быть, он хотел сделать это короче. Может быть, он хотел сделать это более акцентированно. Но Илья связал его боем и довел бой до конца. Но сегодня у нас один чемпион. Он остался со своим поясом. Мы желаем ему всяческих побед. Сергей Павлович, вручите, пожалуйста, пояс. Я думаю, Федор еще пару слов скажет и задаст пару вопросов нашим ребятам. Я хотел бы сказать только одно. Очень здорово, что есть бойцы, которые на свою фанатскую базу не претендуют, потому что они громко кричат, а потому что они готовы доказать это в клетке. И когда варвар из Спарты бьется с человеком, который называет себя спартанцем не просто так спартанцем, а у которого душа спартанца, это сразу видно. Это очень здорово. Это приятно. Такие бои просто составляет золотой фонд любой организации. И нашей тоже. Мы будем очень рады. Я очень хотел бы, чтобы эти парни показали свои бои именно в этой клетке, и чтобы Саид продолжил защищать свой титул. Ему всяческих успехов. Сергей Павлович, что вы скажете? Очень интересный бой. Бой захватывающий. Но в какой-то момент инициативу Илья упустил, и как-то в борьбе все время доминировал Саид. Саид, я этот бой отмечу одной историей, которую скажу, наверное, от души, что ваш бой был один из самых интеллигентных и культурных боев на КАМАЗе. Спасибо большое за культуру, за отношение к сопернику, понимание в клетке. Вы очень интеллигентны. Поздравляю с победой. Повторный поиск, который вы сегодня защитили опять. Я вам вручал его 17 декабря. И сегодня повторяю еще раз. Будьте здоровы, тренируйтесь, продолжайте защищать. Несколько слов давайте узнаем. Илья, начнем с тебя. Скажи, пожалуйста, ты во время боя разговаривали, о чем вы говорили? Думаю, просто обмениваюсь любезностями, потому что мы уважаем друг друга. И это спорт. Мы здесь дрались за клеткой. Мы коллеги, друзья, у нас хорошие отношения. И это чисто спорт. А не кажется, что это уважение не позволило тебе показать нормальную? Это нормальный бой, который мог бы сложиться в твою пользу. Через мирное уважение. Нет, нет. Это просто сегодня Саид был лучше. Он доминировал в борьбе и сделал свое дело. Я проиграл много. Все понятно. Спасибо. Саид, можно тебя. Давайте аплодируем Саиду Хаттиеву, чемпиону в категории 66 кг. Мы действительно очень рады, потому что у нас с этим поясом было очень много странных приключений. Сначала его почти выиграл Варварский и допустил небольшую ошибку. Потом Саид вскочил буквально на сверх ультракоротком уведомлении. Правда, конечно, спас бой и выиграл не так, как мы хотели бы в любом случае. Закончился бой не так, как хотелось бы, а именно травмы спортсмена. Тем не менее, сейчас мы наконец увидели полный пятираундовый поединок, который закончился с твоей победой. Саид, устал в поздних раундах? На самом деле, да, всех приветствую. Спасибо всем, что пришли поддержать, посмотреть этот турнир. Отвечу сразу на вопрос. На самом деле, я давно следил за Ильеву Варварского в этой организации, потому что знал, что он один из лучших бойцов в этой весовой категории. Я знал, что парень очень терпеливый, и по ходу боя я, конечно, хотел удосрочить. Я видел, что он терпит этот удар, завязывает мне руки, не дает добивать. И, грубо говоря, я просто взял один раунд, может, в середине боя, чтобы перевести дух и дальше в поздних раундах окончаться. Ты провел очень умный бой, умная подготовка, и до боя ты умно себя вел. Скажи, это вот как бы, ну, ты сам это придумал, или, может быть, это были советы тренера, или как вообще происходило? На самом деле, я думал об этом тоже. Но, конечно, мой главный тренер, мой духовный наставник, он тоже понимал, видел картину боя. Сергей Яковлев. Да, Сергей Яковлев. Он, как бы, конечно, просил меня, чтобы я закончил бой досрочно, но предупреждал. Я слышал уголок, что он мне говорил, не торопись, отдыхай, веди бой по-умному, веди контроль, и показали мне свои плоды в этом бою. Крутой бой, умная победа. Поздравляем тебя, Саид Хатеев. Давайте поаплодируем еще раз. Ну, естественно, скажи, что ты хочешь сказать. Я чуть речи затолкаю. Еще раз всех приветствую. Конечно, в первую очередь я хочу поблагодарить Лигу ММА серии в лице Федора и людей, которые сейчас рядом со мной находятся, потому что благодаря них вы приходите на эти потрясающие турниры, видите эти конкурентные бои, ММА серия развивается, и я смело могу назвать ее одной из лучших, не только в России, но и в СНГ. Спасибо вам большое. Отдельная благодарность моему клубу, в лице Якуля Сергея Владимировича, всем ребятам из Нижнего Новгорода, которые сейчас смотрят, болеют, переживают. Спасибо вам большое. Это наша общая победа. Ну, конечно, самое главное, чего я от сердца хотел бы сказать. Люди, не забывайте про Бога. В этом мире черти что происходит на самом деле. Уважайте себя, верьте в Бога, молитесь, будьте верующими, берегите себя, поддерживайте друг другу. Не забывайте о ситуации в Турции, Сирии, каково там людям, помните об этом, что в любой момент может произойти все, что угодно. Обязательно верьте в Бога. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Отдельная благодарность Еле Варварскому. Я этого парня еще раз повторяюсь, очень уважаю как человека и бойца. Хоть он и варвар, но у него реально львиное сердце. Братец, я тебе в дальнейшем желаю успехов. Это спорт. Я всегда говорил, что до октагона у нас теплые отношения, после октагона у нас также будет теплые отношения. Я всегда готов буду тебе помочь, или если надо будет, давай, всех благ. Спасибо вам всем, спасибо организации. Я хочу добавить буквально еще пару слов. Это, собственно, вопрос мой к нашему сегодняшнему чемпиону. Саид, ты собираешься защищать свой пояс дальше? При необходимости, конечно, я буду защищать. Это мой долг, долг любого чемпиона защищать свой пояс. Я не хочу наперед загадывать, посмотрим сейчас, какие будут дальнейшие планы, но я с удовольствием готов не только защищать этот пояс в вашей организме, но хотелось бы провести какой-нибудь супербой громкий. И желательно на нашей земле, в Нижнем Новгороде. Я вам обещаю, я соберу огромную публику. Я и Меджидов Руслан, два ярко выраженных бойца МАТ-серии из Нижнего Новгорода. Я знаю, вы сами это знаете, поэтому дайте нам возможность, мы прославим вашу лигу еще больше. Отличный план. Вперед, Нижний Новгород. Я хочу еще один вопрос тебе задать. А если Илья продолжит свою серию, и он выиграет бой, возможно, с каким-то из тоже конкурентных соперников, и захочет, попросит о реванше с тобой, ты согласишь на такой бой? Честно говоря, трудное решение. Не знаю. Конечно, если нет необходимости, я должен буду это сделать. Я еще раз повторюсь, не люблю загадывать наперед, может. Я не знаю, что будет завтра. Но если так получится, конечно, он заслуживает шанса. Он всегда заслуживает шанса биться за бойца. Я готов буду защищать его еще раз. Отличный парень с душой настоящего спартанца. А мы хотим поблагодарить наших зрителей, наших партнеров, наших бойцов, конечно же. И есть Федор. Да, у нас есть девушки, которые работают у нас сегодня в клетке. Они вручали, помогали нам сегодня много, что вручать нашим сегодняшним победительницам в этой клетке. Но сами они тоже должны получить свои подарки. Федор, как настоящий джентльмен, вручит. Ты хочешь мне вручить? Да нет, вот, собственно говоря, вот еще девушки, да. Есть кому? Федор? Да, 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 конечно. А где фотограф? Еще. Вот и фотограф, да. Ну все, спасибо. Гиви. Ну что ж, друзья, таким получился турнир ММА серии 63. Впереди большой календарь. Очень много событий, очень много боев чемпионских. В том числе мы с вами видим в этом году вместе с вами за поединками комментарии, комментарии Алексея Володина и Ян Баранчук. До свидания, друзья. Вы смотрели ММА серию 63 турнир. Меня зовут Твал Твадзи Гиви. Увидимся на смешанных единоборствах. До будущих побед. Магнагон приглашается. Председатель литературы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон